Клиффорд Саймак. Заповедник гоблинов. Глава первая. Инспектор Дрейтон сидел за письменным столом, как несокрушимая скала, и терпеливо ждал. Он был костляв, а его лицо словно вырубили тупым топором из узловатого чурбака. Глаза его, больше всего напоминавшие кремниевые наконечники стрел, время от времени, казалось, тускло поблескивали, он был сердит и расстроен. Но Питер Максвелл знал, что такой человек никогда не допустит, чтобы его раздражение вырвалось снаружи. Он будет делать свое дело с бульдожьим упорством и хваткой, игнорируя все окружающее. Именно такой ситуации Максвелл и надеялся избежать. Но теперь ему стало ясно, что он кешил себя пустыми иллюзиями. Конечно, он с самого начала понимал, что на земле не могли бы не встревожиться, когда полтора месяца назад он не появился на станции своего назначения. Естественно, у него не было никаких шансов вернуться домой тихо и незаметно. И вот сейчас он сидит напротив инспектора, и ему во что бы то ни стало нужно сохранять спокойствие и держать себя в руках. Он сказал, я правда же не понимаю, почему мое возвращение на землю могло заинтересовать службу безопасности. Меня зовут Питер Максвелл, я профессор факультета сверхъестественных явлений Висконсинского университета. Вы ознакомились с моими документами. У меня нет никаких сомнений касательно того, кто вы такой, сказал Брейтон. Может быть, я удивлен, но сомнений у меня нет ни малейших. Странно другое. Профессор Максвелл, не могли бы вы сказать мне поточнее, где вы находились все это время? «Но я и сам почти ничего не знаю», — ответил Питер Максвелл. «Я был на какой-то планете, однако мне неизвестно ни ее название, ни координаты. Может быть, до нее не больше светового года, а может быть, она находится далеко за пределами нашей галактики». «Но как бы то ни было», — заметил инспектор. «Вы не прибыли на станцию назначения, указанную в вашем билете». «Да», — сказал Максвелл. «Не могли бы вы объяснить, что произошло?» «Хм, только предположительно». «Я полагаю, что моя волновая схема отклонилась от заданного направления, а может быть, ее перехватили. Сначала я приписал это неполадкам в передатчике, но потом усомнился. Передатчиками мы пользуемся уже сотни лет, и малейшая возможность ошибки была исключена давным-давно». «То есть вы полагаете, что вас похитили?» «Если угодно». «И все-таки не хотите мне ничего сказать?» «Я же объяснил, что говорить, в сущности, нечего». «А эта планета никак не связана с колесниками?» Максвелл покачал головой. «Точно сказать не могу, но вряд ли. Во всяком случае, там их не было, и я не заметил никаких признаков того, что они могли бы иметь ко всему этому хотя бы малейшее отношение». «Профессор Максвелл, а вы когда-нибудь видели колесников?» «Всего один раз. Это было несколько лет назад. Кто-то из них стажировался в Институте времени, и я однажды столкнулся с ним в коридоре». «Так что вы узнали бы колесника, если бы увидели его?» «Да, конечно». «Судя по вашему билету, вы намеревались посетить одну из планет системы енотовой шкуры». «Ходили слухи о драконе», — объяснил Максвелл. «Правда, ничем не подтвержденные и довольно смутные. Но я думал, что имело бы смысл установить». Дрейтон поднял бровь. «О драконе?» — переспросил он. «Вероятно, человеку, далекому от моей науки, трудно оценить все значение дракона», — сказал Максвелл. «Ведь пока еще не обнаружено ни одного реального подтверждения того, что подобное существо действительно где-нибудь обитало. А ведь легенда о драконах — одна из характернейших черт фольклора Земли и некоторых других планет. Феи, гоблины, тролли, банши — их всех мы обнаружили воплоти. Но драконы по-прежнему остаются легендой. И любопытно, что у нас на Земле эта легенда бытовала не только среди людей. Легенды о драконах есть и у маленького народца холмов. «Мне иногда кажется, что наши сказания о драконах мы заимствовали именно у них. Но все это лишь предание, и нет никаких фактов, подтверждающих...» Он неловко умолк. «Какое дело лишенному воображения полицейскому для легенда дракона?» «Извините, инспектор», — сказал он. «Боюсь, я немного увлекся». «Мне приходилось слышать, что в основе этих легенд лежат воспоминания о динозаврах, унаследованные от предков». «Да, я знаю о таких предположениях», — ответил Максвелл. «Но ведь этого не могло быть. Дизайн динозавры вымерли задолго до того, как появились самые отдаленные предки человека». «Но маленький народец...» «Возможно, перебил Максвелл, но маловероятно». «Я хорошо знаком с обитателями холмов и разговаривал об этом с ними. Их род, несомненно, гораздо древнее нашего, но нет никаких данных, что их предки уже существовали в дни динозавров». «Во всяком случае, никаких воспоминаний об этом у них не сохранилось, хотя их легенды и сказания восходят к событиям давностью в несколько миллионов лет. Они очень долговечны, почти бессмертны по нашим меркам. Это, конечно, в свой срок они тоже умирают. При подобном положении вещей известные предания, переходящие от поколения к поколению, как правило, сохраняются». «Дрейтон нетерпеливо отмахнулся от драконов и от маленького народца холмов». «Вы отправились в систему енотовой шкуры», — сказал он. «Но они не попали туда». «Совершенно верно. Я оказался на той планете, о которой говорил. На хрустальной планете, заключенной в оболочку». «Хрустальной?» «Из какого-то камня, может быть, из кварца, а может быть, из металла. Я видел там металлы». «Дрейтон спросил мягко». «А когда вы отправлялись, вы не знали, что окажетесь на этой планете?» «Если вы подозреваете сговор», — ответил Максвелл, — «то вы ошибаетесь». «Для меня это было полной неожиданностью, в отличие от вас, как будто вы ждали меня здесь». «Да, особой неожиданностью ваше прибытие не было», — согласился Дрейтон. «Нам уже известны два таких случая». «Значит, у вас есть сведения об этой планете?» «О ней никаких», — сказал Дрейтон. «Нам известно только, что где-то имеется планета с незарегистрированным передатчиком, а также приемником, позывные которой в списках не значатся». «Когда здесь, на Висконсинской станции, оператор принял их уведомление о передаче, он послал им сигнал подождать, пока не освободится какой-нибудь из приемников, а сам связался со мной». «А остальные двое?» «Также поступили сюда. Оба они были адресованы на Висконсинскую станцию». «А если они вернулись?» «В том-то и дело», — сказал Дрейтон. «Они не вернулись». «То есть в том смысле, что мы не могли их ни о чем расспросить». «В волновой схеме произошли какие-то нарушения, и они восстановились неверно. Перепутались друг с другом. Оба внеземляне, но клубок получился такой, что нам пришлось много повозиться, прежде чем мы установили, кем они могли быть. Ты и сейчас еще мы полностью не уверен». «Они были мертвы». «Мертвы? Еще бы. Довольно жуткая история. Вам повезло». «Да, пожалуй», — сказал он. «Казалось бы», — продолжал Дрейтон, «те, кто берется за передачу материи на расстояние, должны бы прежде всего научиться делать это как положено. Неизвестно, сколько пассажиров они уже успели неправильно принять». «Но ведь вы должны были бы знать это», — возразил Максвелл. «Я хочу сказать, что вам должны быть известны все случаи исчезновения в пути. Любая станция немедленно сообщила бы о том, что ожидаемый пассажир не прибыл». «Тут-то и зарыта собака», — воскликнул Дрейтон. «Не было ни одного случая, чтобы кто-нибудь исчез. Мы не сомневаемся, что двое неземлян, которых мы приняли мертвыми, благополучно прибыли на станцию назначения, так как ни единого нарушения в расписании прибытия зарегистрировано не было». «Но ведь я же отправился в систему енотовой шкуры, и оттуда должны были сообщить». Он умолк, оглушенный внезапной мыслью. Дрейтон медленно кивнул. «Я так и думал, что вы разберетесь в ситуации». Питер Максвелл благополучно прибыл на станцию енотовой шкуры и почти месяц назад вернулся на Землю. «Это какая-то ошибка», — машинально сказал Максвелл. Он был не в силах поверить, что их теперь двое. Что на Земле существует еще один Питер Максвелл, во всем ему подобный. «Нет, это не ошибка», — сказал Дрейтон. «Мы пришли к выводу, что эта планета не перехватывает волновые схемы. Она их дублирует». «Так, значит, я существую в двойственном числе, и, может быть, уже нет», — сказал Дрейтон. «Вы существуете в единственном числе». Примерно через неделю после своего возвращения Питер Максвелл погиб. Несчастный случай. Глава вторая. В нескольких шагах от крохотного кабинета, где Максвелл беседовал с Дрейтоном, за поворотом коридора он увидел ряд свободных стульев и, поставив свой чемодан на пол, осторожно опустился на один из них. «Это невозможно», — твердил он себе. «Сразу два Питера Максвелла, а теперь один из этих Максвеллов мертв». Как поверить, что хрустальная планета располагает аппаратами, которые способны дублировать систему волн, движущихся со сверхсветовой скоростью, вернее, со скоростью неизмеримо превосходящей скорость света, поскольку в любом уголке галактики, уже охваченном сетью передатчиков материи, нигде не замечалось ни малейшего разрыва между моментом передачи и моментом приема. Перехват? Да, пожалуй. Перехватить волновую схему в пути теоретически еще можно, но снять с нее копию нет. «Две невероятности», — думал он. «Два события, которые просто не могли произойти. Впрочем, если одно все-таки произошло, то другое было лишь его естественным следствием. Раз с волновой схемы была снята копия, то обязательно должны были возникнуть два Максвелла, один из которых отправился в систему енотовой шкуры, а другой — на хрустальную планету. Но если тот, другой Питер Максвелл, действительно отправился в систему енотовой шкуры, он должен еще быть там или только-только вернуться. Ведь он уехал туда на шесть недели, собирался задержаться дольше, если того потребует розыски источника легенд о драконе. Внезапно он заметил, что у него дрожат руки, и, стиснув их, зажал в коленях. «Держись», — приказал он себе. Чтобы его не ждало, он должен довести дело до конца. Ведь он ничего, в сущности, не знает, у него нет никаких фактов, только утверждение инспектора службы безопасности, а к ним следует относиться критически. Ведь это могло быть всего лишь неуклюжей полицейской уловкой, попыткой заставить его сказать лишнее. Однако это могло быть и правдой. Все-таки могло. Но если так, он тем более должен держаться. Потому что у него есть дело, которое надо довести до конца, ничего не напортив. Однако все станет гораздо сложнее, если за ним будут следить. С другой стороны, неизвестно, будут ли за ним следить, а почему. Так ли уж это важно? Труднее всего будет пробиться к Эндрю Арнольду. Попасть на прием к ректору Планетарного университета не очень-то просто. Он слишком занятой человек, чтобы тратить время на разговоры с заурядным преподавателем, тем более, что указанный преподаватель не сможет даже сообщить заранее, о чем, собственно, он намерен беседовать с ректором. Дрожь в руках унялась, но он все еще не разжимал их. Немного погодя, он выберется отсюда, спустится к шоссе и сядет где-нибудь на один из внутренних с красных полос. Через час с небольшим он уже будет у себя в университетском городке и скоро узнает, правду ли говорит Дрейтон. И увидит своих друзей Алиопа, Духа, Харлоу Шарпа, Алина Престона и все прочие братья. И вновь будут буйные ночные пирушки в свиньей свистке, долгие мирные прогулки по тенистым аллеям и катания на байдарках по озеру. Будут беседы и споры и обмен старинными сказаниями и неторопливый академический распорядок дня, оставляющий человеку досуг, чтобы жить. Он поймал себя на том, что с удовольствием думает о предстоящей поездке, потому что шоссе огибало холмы по границе заповедника гоблинов. Там, конечно, жили не только гоблины, но и прочие существа с древних времен, называемые маленьким народцем. И все они были его друзьями. Ну, если не все, то очень многие. Тролли порой могли вывести из себя кого угодно, а схолотить настоящую прочную дружбу с такими созданиями, как баньше было трудновато. В это время года, подумал он, холмы должны быть великолепны. Он отправился в систему енотовой шкуры на исходе лета, и холмы все еще были облачены в темно-зеленые одежды. Но теперь, в середине октября, они, конечно, уже блистали всеми пышными красками осени. Винный багрянец дубов, багреца золота клёнов и пламенеющий пурпур дикого винограда, как нить, сшивающая все остальные цвета. И воздух будет пахнуть сидром, будет пронизан тем неповторимым пьянящим благоуханием, которые приходят в леса только с умиранием листьев. Он сидел и вспоминал, как два года назад в такую же осень они с мистером Мотулом отправились на байдарках вверх по реке в северные леса, надеясь где-нибудь по пути вступить в контакт с лесными духами, о которых повествуют древние легенды аджибуэев. Они плыли по кристально-прозрачным протокам, а вечером разжигали костерные опушки темного соснового бора. Они ловили рыбу на ужин и отыскивали лесные цветы на укромных полянках и рассматривали бесчисленных птиц и зверей и отлично отдохнули. Но никаких духов они так и не увидели, что, впрочем, было вполне естественно. С маленьким народцем Северной Америки редко кому удавалось вступить в соприкосновение, потому что это были подлинные дети первозданной природы, не похожие на полуцивилизованных, свыкшихся с людей обитателей холмов Европы. Стол, на котором сидел Максвелл, был повернут к западу, и сквозь гигантские стеклянные стены он видел реку и обрывы за ней, по которым в старину проходила граница штата Айова. Темно-лиловые громады в венце молочно-голубого осеннего неба. На краю одного из обрывов он различил чуть более светлое пятно. Это был институт травматургии, где преподавали главным образом восьминожки с планеты Альфа Центавра. Вглядываясь в дальний силуэт здания, Максвелл вспомнил, что много раз обещал себе принять участие в одном из летних семинаров, но так и не собрался. Он протянул руку и переставил чемодан, намереваясь встать, но остался сидеть. Он никак не мог отдышаться, а в коленях ощущалась неприятная слабость. То, что он услышал от Дрейтона, потрясло его гораздо больше, чем ему показалось в первый момент, и шок никак не проходил. «Спокойнее, спокойнее», — сказал он себе. «Нельзя так распускаться. Может быть, это неправда, даже, наверное, неправда. И пока он сам во всем не убедился, нервничать нечего». Максвелл медленно встал, нагнулся, чтобы взять чемодан, но задержался, все еще не решаясь окунуться в шумную суматоху зала ожидания. Люди, земляне и внеземляне деловито спешили куда-то или стояли небольшими группами. Белобородый старец в чопорном черном костюме, маститый ученый, судя по его виду, решил Максвелл, что-то говорил компании студентов, явившихся его проводить. Семейство рептилий расположилось на длинных диванчиках, предназначавшихся для существ такого типа, то есть неспособных сидеть. Двое взрослых, лежавших лицом друг к другу, переговаривались с шипением, характерным для речи рептилий. А дети тем временем ползали по диванчикам и, играя, свивались в клубки на полу. В небольшой нише бочкообразное существо, лежа на боку, неторопливо перекатывалось от одной стены в другое, что, вероятно, соответствовало манере землян задумчивости расхаживать взад и вперед по комнате. Два паукообразных созданий, удивительно похожих на фантастические конструкции из тоненьких палочек, расположились друг против друга на полу. Они начертили мелом на плитах что-то вроде игральной доски, расставили на ней странные фигурки и, азартно вереща, принялись двигать их с молниеносной быстротой. Дрейтон спрашивал о колесниках. Нет ли какой-нибудь связи между хрустальной планетой и колесниками? Вечно колесники. Настоящая мания. Колесники, 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 думал Максвелл. И, может быть, для этого все-таки есть основания. Ведь о них неизвестно почти ничего. Они были смутным и неясным фактором, возникшим где-то в глубинах космоса, еще одной движущейся по Вселенной мощной культурой, которая кое-где на дальних границах вступала в отдельные контакты с ширящейся человеческой культурой. И Максвелл воскресил в своей памяти первый и единственный случай, когда ему довелось увидеть колесника. Студента, который приехал из Института сравнительной анатомии в Рио-де-Жанейро на двухнедельный семинар в Институте времени. Он помнил возбуждение, охватившее висконсинский университетский городок. Разговоров было много, однако выяснилось, что увидеть загадочное существо практически невозможно. Колесник почти не покидал здание, где проходил семинар. Но однажды, когда Максвелл шел к Хаоу-Шарпу, который пригласил его пообедать вместе, ему в коридоре встретился и колесник, это было настоящее потрясение. «Все дело только в колесах», — сказал он себе. Ни у какого другого существа в известных пределах Вселенной колес не было. Он вдруг увидел перед собой пухлый пудинг, подвешенный между двумя колесами, ось которых проходила примерно через середину туловища. Колеса были одеты мехом, а обод, как он заметил, заменяли роговые затвердения. Низ пудингообразного тела свисал под осью, точно набитый мешок. Но худшее он обнаружил, подойдя поближе. Вздутая нижняя часть была прозрачной, и внутри что-то непрерывно извивалось и копошилось. Казалось, ты видишь огромную банку, наполненную червяками самых ярких рассветок. И эти извивающиеся червяки в этом обвислом безобразном брюхе действительно были, если не червяками, то, во всяком случае, какими-то насекомыми. Какой-то формой жизни, дождественной земным насекомым. Колесники представляли собой организмы ульи. Их культура слагалась из множества таких ульев, каждая из которых была отдельной колонией насекомых или чего-то, что соответствовало насекомым в представлении землян. Такие ульевые создания вполне могли дать пищу для тех страшных историй о колесниках, которые возникли где-то на отдаленных границах Вселенной. Если эти жуткие истории не были вымыслом, значит, человек, наконец, действительно столкнулся с тем гипотетическим врагом, встреча с которым он опасался с того момента, как вышел в космос. Исследуя Вселенную, человек обнаружил немало странных и иногда и жутких созданий. Но ни одно из них, размышлял Максвелл, не наводило такого ужаса, как это снабженное колесами гнездо насекомых. В самой его идее было что-то тошнотворное. Земля уже давно стала гигантским галактическим учебным центром, куда десятками тысяч прибывали внеземные существа, чтобы учиться и преподавать в его бесчисленных университетов и институтов. И со временем, подумал Максвелл, в это галактическое содружество, символом которого стала Земля, могли бы войти и колесники, если бы только удалось установить с ними хоть какое-то взаимопонимание. Но до сих пор достичь этого не удавалось. Почему, с недоумением спросил себя Максвелл, даже мысль о колесниках вызывает непоборимое отвращение, хотя человек и все другие обитатели Вселенной научились отлично ладить друг с другом. Зал ожидания вдруг представился ему Вселенной в миниатюре. Тут были существа, прибывшие со множества планет разных звезд, их кругуны и ползуны, и дергунчики, и котуны. Земля стала плавильной печью галактик, думал он. Тем местом, где встречаются существа с тысяч звезд, чтобы знакомиться с чужими культурами, чтобы обмениваться мыслями и идеями. «Номер 5692», – завопил громкоговоритель. «Пассажир номер 5692, до вашего отбытия остается пять минут. Кабина 37-я. Пассажир 5692, просим вас немедленно пройти в кабину 37». «Куда может отправиться пассажир номер 5692», – прикинул Максвелл, в джунгли второй планеты головной боли, в мрачные, открытые всем метрам ледяные города горести четыре, на безводные планеты убийственных солнц или на любую другую из тысяч планет, до которых с того места, где он стоял, можно было добраться в мгновение ока, потому что их объединяла система передатчиков материи. Но сама эта система служит вечным памятником кораблям-разведчикам, которые первыми продолжили путь сквозь тюйму космического пространства, как пролагают они его и теперь. Медленно, с трудом расширяя пределы вселенной, известной человеку. Зал ожидания гудел от отчаянных призывов диктора к опоздавшим или не явившимся пассажирам, от жужжания тысяч голосов, разговаривающих на сотнях языков, от шарканья, топота и перестука множества ног. Максвелл нагнулся, поднял чемодан и направился было к выходу, но тотчас снова остановился, пропуская автокар с аквариумом, заполненным мутной жижей. В туманной глубине аквариума он разглядел неясные очертания фантастической фигуры. Вероятно, это был обитатель какой-нибудь жидкой планеты. Жидкий, но отнюдь не водяной. Профессор, придавший на Землю прочесть курс лекций по философии, а может быть на стажировку в тот или иной физический институт. Когда автокар с аквариумом проехал, Максвелл без дальнейших помех добрался до двери и вышел на красивую эсклонаду, которая террасами спускалась к бегущим полосам шоссе. Он с удовольствием заметил, что около шоссе нет очереди. Это случалось не так уж часто. Максвелл всей грудью вдыхал чистый, вкусный воздух, пронизанный холодной осенней свежестью. Он казался особенно приятным после недель, проведенных в мертвой и затухой атмосфере кристальной планеты. Подходя к шоссе, Максвелл увидел огромную афишу. Набранная старинным большим шрифтом, она торжественно и с достоинством зазывала почтенную публику. Вильям Шекспир, эсквайр, из Стретфорда на Эйвоне, Англия, прочтет лекцию «Писал ли я шекспировские пьесы» под эгидой Института Времени 22 октября в аудитории Музея Времени. Начало в 8 часов вечера. Билеты продаются во всех агентствах. «Максвелл!» — крикнул кто-то, и он обернулся. К нему по исплайнаде бежал какой-то человек. Максвелл поставил чемодан, поднял было руку в приветственном жесте, но тут же опустил ее, увидев, что окликнул его кто-то совсем незнакомый. Тот перешел на рысцу, а потом перешел на быстрый шаг. «Профессор Максвелл не так ли?» — спросил он. «Я не мог ошибиться». Максвелл сдержанно кивнул, испытывая некоторую неловкость. «А я Монти Черчилл», — объяснил незнакомец, протягивая руку. «Мы познакомились с вами около года назад у Нэнси Плейтона на ее очередном гал-вечере». «Как поживаете, Черчилл?» — сказал Максвелл холодно. «Потому что теперь он вспомнил этого человека, если не лицо, то фамилию. Будто юрист. И, кажется, специализируется на посредничестве. Один из тех, кто берется за любое дело, лишь бы клиент хорошо заплатил». «Лучше не бывает!» — весело воскликнул Черчилл. «Только что вернулся из поездки. Не слишком долго, но все-таки для чего же приятно вернуться домой? Ничего нет на свете лучше дома. Потому-то я вас и окликнул. Несколько недель ни одного знакомого лица, представляете?» «Спасибо», — сказал Максвелл. «Направляетесь к себе в университетский городок?» «Да, я как раз шел к шоссе». «Да зачем же?» — запротестовал Черчилл. «У меня тут автолет. На станционной площадке места для двоих вполне хватит. Доберетесь домой гораздо быстрее». Максвелл молчал, не зная, на что решиться. Черчилл ему не нравился, но он был прав. По воздуху они доберутся туда гораздо быстрее. А это его устраивало. Он хотел поскорее выяснить положение вещей. «Очень любезно с вашей стороны», — наконец ответил он. «Конечно, если я вас не стесню». «Святая Hugh» Субтитры сделал DimaTorzok 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 Тот посмотрел, кивнул и начал поворачивать штурвал медленно и нерешительно, словно проверяя, будет ли машина слушаться Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добрий Дорог Добрий Друг всех нас Ах, какой стыд, какой позор, профессор! Я с этих троллей спущу шкуры и растяну на двери. Я приколочу их уши к деревьям. Заклятие? спросил Черчилл. Вы сказали, заклятие? А что же еще? Негодовал мистер Атул. Что еще может свести помело с неба на землю? Он подковылял к Максвеллу и озабоченно уставился на него. А это и вправду вы? спросил он с некоторым беспокойствием. Вы стены плати? Нас свистили. Что вы стены? Скончались. Мы послали венок из-за милы и астролистов в знак нашей глубочайшей скорби. Нет, это воистину я и в истинной плати, сказал Максвелл, привычно переходя на диалект обитателей холмов. Это были только слухи. Тогда на радостях мы все трое, вскричал Атул, и спьем по большой кружке доброго октябрьского Эля. Варка как раз закончена, и я от всего сердца приглашаю вас, господа, разделить со мной первую пробу. Со склона по тропе к ним бежало полдесятка других гоблинов, и мистер Атул властно замахал, поторапливая их. Всегда опаздывают, пожаловался он. Никогда нет на месте в нужную минуту. Прийти-то они приходят, но обязательно позже, чем надо быть. Хорошие ребята, как на подбор и сердца. У них правильные, но нет в них подлинной живости, коей отмечены истинные гоблины, вроде меня. Гоблины косолапой рысью высыпали на лужейку и выстроились перед Атулом, ожидая распоряжений. У меня для вас много работы объявило. Для начала идите к мосту и скажите этим троллям, чтобы они не смели заклинания накладывать. Раз и навсегда пусть прекратят и больше не пробуют. Скажите им, что это последнее предупреждение. Если они снова примутся за свое, тот мост мы разнесем на камни, и каждый мшистый камень укатим далеко от других, так что вновь тот мост не встанет никогда. И пусть снимут заклятие вот с этого упавшего помела, чтобы оно летело как новое. А другие идите искать фей. Расскажите им о повреждении их лужайки, не забыв присовокупить, что во всем повинны эти подлые тролли. И обещайте, что лужайка будет выровнена к той поре, когда они придут сюда танцевать в отполную луну. Третье же позаботьтесь о доббине. Приглядите, чтобы его неуклюжие копыта не причиняли лужайке нового ущерба. Но если найдет страва повыше, пусть он ее пощиплет. В бедняге нечасто выпадает случайно слониться таким пастбищем. Мистер Утул повернулся к Максову и Черчиллу, потирая ладони ладонь в знак удачно исполненного дела. А теперь, господа, сказал он, заблаговолите подняться со мной на холм, и мы испробуем, на что гонится сладкий огнявый ступень. Однако прошло сострадание ко мне идти помедленнее. Мое брюхо что-то очень выросло, и я весьма страдаю от одышки. «Ведите нас, старый друг», – сказал Максов. «Мы с охотой подладим свой шаг к вашему. Давненько не пили мы вместе, Октябрьского Эля». «Да, да, разумеется», – сказал Черчилл растерянно. Они начали подниматься по тропе. Впереди на фоне светлого неба четко вырисовывался силуэт разваля. «Я должен заранее извиниться за состояние замка», – сказал мистер Утул. Он полон сквозняков, способствующих насморк, гайморитам и всяким другим мучительным недугам. «Ветер рыскает по нему, как хочет, и всюду стоит запах сырости и плесени. Я так и не постиг, почему вы, люди, уж раз вы начали строить для нас замки, не могли сделать их уютными и непроницаемыми для ветра и дождя. Если мы некогда и обитали в руинах, это еще не значит, что нас не влекут удобство и комфорт. «Поистине мы жили в них лишь потому, что бедная Европа не могла предложить нам ничего более подходящего». Он умолк, отдышался и продолжал. «Я прекрасно помню, как две тысячи лет назад и более мы жили в навехоньких замках, хотя, конечно, и убогих, ибо невежественные люди той поры не умели строить лучшее. И мастерства они не знали, и инструментов у них нужных не было, а уж и о машинах говорить не приходится. Да и вообще худосочный был народ. А нам приходилось скрываться по углам и закоулкам замков, ибо непросвещенные люди той поры страшились и чурались нас и пытались в своем невежестве обороняться от нас могучими чарами и заклинаниями. А впрочем, — добавил он не без самодовольства, — они же были всего только люди, и колдовство у них хромало. Нам были не страшны даже самые замысловатые их чары. «Две тысячи лет назад? Не хотите ли вы сказать, — начал было Черчилл, и замолчал, заметив, что Максвелл замотал головой?» Мистер Отул остановился и бросил на Черчиллу уничтожающий взгляд. «Я помню, — объявил он, — как из того болотистого бора, который вы теперь называете Центральной Европой, весьма бесцеремонно явились варвары, и рукоятками своих грубых железных мечей начали стучаться в ворота самого Рима. Мы слышали об этом в лесных чащах, где обитали тогда, и среди нас еще жили те, теперь давно умершие, кто знал про фермобилы всего через несколько недель после того, как пали Леонид и его воины. «Простите, — сказал Максвелл, — но не все настолько хорошо знакомы с маленьким народцем. Будьте добры, — перебил Латул, — познакомьте его в таком случае!» «Это правда, — сказал Максвелл, обращаясь к Черчиллу. Или, во всяком случае, вполне может быть правдой. Они не бессмертны и, в конце концов, умирают, но долговечно они так, что нам и представить это трудно. Рождение у них редкость, иначе на земле не хватило бы для всех места, но они доживают до невероятного возраста. А все потому, — сказал мистер Отул, — что мы роем глубоко в самом сердце природы и не транжирим драгоценную силу духа на мелочные заботы, о которой в дребезге разбиваются жизни и надежды людей. Однако это слишком печальная тема, чтобы тратить на них столь великолепный осенний день. Так обратим же наши мысли со всем рвением к пенному Элю, который ждет нас на вершине!» Он умолк и вновь начал взбираться по тропе заметно быстрее, чем раньше. Сверху к ним навстречу опроменький бежал крохотный гоблин. Пестрая рубаха, которая была ему велика, билась по ветру. «Эль!» — верещал он. «Эль!» Он остановился перед ними, еле удерживаясь на ногах. «Ну и что, Эль?» — пропыхтел мистер Утул. «Эль, ты хочешь покаяться, что осмелился его попробовать?» «Он скис!» — стенал маленький гоблин. «Весь этот заклятый чан скис!» «Но ведь Эль не может скиснуть!» — возразил Максвел, понимая, какая произошла трагедия. Мистер Утул запрыгал на тропе, пылая яростью. Его лицо из коричневого стало багровым и тут же полиловило. Он хрипел и задыхался. «Нет, может! Если его сглазить!» «Проклятие! О, проклятие!» Он повернулся и заперзаспешил вниз по тропе в сопровождении маленького гоблина. «Только дайте мне добраться до этих гнусных троллей!» — вопил мистер Утул. «Только дайте мне наложить лапы на их жадные глотки! Я их выкопаю из-под земли вот этими самыми лапами и помешу на солнце сушиться, и я спущусь с них со всех шкурой! Я их так пручу, что они вовек не забудут!» Его угрозы все больше сливались в нечленораздельный рев, пока он быстро удалялся вниз по тропе, спеша к мосту, под которым обитали тролли. Два человека с восхищением смотрели ему вслед, девясь такому всесокрушающему гнилу. «Ну, — сказал Черчилл, — вот мы и лишились возможности испить сладкого октябрьского эля!» Глава четвертая Когда Максвелл на одной из внешних, более медленных полос шоссе доехал до окраины университетского городка, часы на консерватории начали отбивать шесть. Из аэропорта Черчилл поехал другим путем, и Максвелл был этим очень доволен, не только потому, что юрист был ему чем-то неприятен, но и потому, что он испытывал потребность побыть одному. Ему хотелось ехать медленнее, откинув щиток в тишине, ни с кем не разговаривая, и только впитывать атмосферу всех этих зданий и аллей. И чувствовать, что он вернулся домой в единственное место в мире, которое по-настоящему любил. Сумерки спускались на городок благостной дымкой, смягчая очертания зданий, превращая их в аммонтические гравюры из старинных книг. В аллеях группами стояли студенты с портфелями и негромко переговаривались. Некоторые держали книги прямо под мышкой. На скамье сидел седой старик и смотрел, как в траве резвятся белки. По дорожке неторопливо ползли двое неземлян-рептилий, поглощенные беседой. Студент-человек бодро шагал по боковой аллее, насвистывая на ходу, и его свист будил эхо в тихих двориках. Поравнявшись с рептилиями, он поднял руку в почтительном приветствии. И повсюду выселись древние величественные вязы, с незапамятных времен осенеющие все новые и новые поколения студентов. И вот тут-то огромные куранты начали отбивать шесть часов. Густой звон разнесся далеко вокруг, и Максвелло вдруг почудилось, что это дружески здоровается с ним университетский городок. Часы были его другом, подумал он. И не только его, но всех, до кого доносился их бой. Это был голос городка. По ночам, когда он лежал в постели и засыпал, ему было слышно, как они бьют, отчитывая время. И не просто отчитывая, но подобно стражу, возвещая, что все спокойно. Впереди в сумраке возникла громада Института Времени. Гигантские параллелепипеды из пластмассовой стекла, сияющая огнями. К их подножию привязался музей. Поперек его фасада протянулось бьющееся на ветру белое полотнище. В сгущающихся сумерках Максвелл с такого расстояния сумел разобрать только одно слово. Шекспир. Он улыбнулся при мысли о том, как должен бурлить сейчас факультет английской литературы. Старик Ченнери и вся компания не простили Институту Времени, когда два-три года назад Институт докопался, что автором кьес был все-таки неграф Оксфорд. И это появление Стретфордса во плоти будет горстью солью, высотанной на еще не зажившую рану. Вдали на западной окраине городка выселись на вершине холма административные корпуса, словно вписанные тушью вгаснущий погрец над горизонтом. Полоса шоссе двигалась все дальше мимо Института Времени и его кубического музея с трепещущим полотнищем плакатом. Часы кончили отбивать время и последние отголоски замерли во мгле. Шесть часов. Через две-три минуты он сойдет с полосы и направится к гербу Уинстона, в который был его домом уже четыре года. Нет, впрочем, не четыре, а пять. Максвелл сунул руку в правый карман куртки и в маленьком внутреннем кармашке нащупал кольцо с ключами. Теперь впервые после того, как он покинул Висконсинскую передаточную станцию, ему вдруг повладела мысль о другом Питере Максвелла. Конечно, история, которую рассказал ему инспектор Дрейтон, могла быть правдой, хотя он сильно в этом сомневался. Служба безопасности была вполне способна пустить вход именно такой в рием, чтобы выведать у человека всю подноготную. Однако, если это ложь... Если это ложь, то почему из системы енотовой шкуры не поступило сообщение о том, что он не прибыль? Впрочем, и это ему известно только со слов инспектора Дрейтона и про другие два такие же случая тоже. Если можно усомниться в одном утверждении Дрейтона, с какой стати принимать на веру остальные? Если хрустальная планета перехватывала и других путешественников, он пока был там, ничего об этом не слышал. Однако, сказал себе Максвелл, это тоже ничего не означает. Хозяева хрустальной планеты несомненно сообщили ему только то, что считали нужным сообщить. Тут он сообразил, что тревожит его не столько разговор с Дрейтоном, сколько слова о Тула. Мы послали венок из Амелы и Астралиста в знак нашей глубочайшей скорби. Если бы не скисший Эль, он, конечно, обсудил бы со старым гоблином события этих недель, но им так и не представилась возможность поговорить по душам. Впрочем, пока можно об этом не думать. Как только он доберется домой, то страт уже позвонит кому-нибудь из своих друзей и узнает правду. Но кому позвонить? Харло Шарпов в институт времени? Или Далесу Грегу, декану его факультета? Или, может быть, к Сигму Маону Тайру, старому Эридансу с белоснежным мехом и задумчивыми лиловыми глазами, который целую жизнь провел в крохотном кабинете, разрабатывая методы анализа структуры мифов? Или Алену Престону, близкому приятелю-юристу? Пожалуй, начать следует с Престона, ведь если Дрейтон не солгал, ситуация может сложиться именно в юридическом плане. Максвелл сердито одернул себя. Он, кажется, поверил. Во всяком случае, вот-вот поверит. Если так пойдет дальше, он начнет убеждать себя, что все это чистая правда. Герб Уинстонов был уже совсем близко. Максвелл поднялся с сиденья, взял чемодан и перешел на внешнюю, еле ползущую полосу. Напротив герба Уинстонов он спрыгнул на другое. Ни на широкой каменной лестнице, ни в вестибюле никого не было. Пошарив в кармане, он вытащил ключи и зажал в пальцах тот, который открывал дверь квартиры. Лифт уже ждал, и он нажал кнопку седьмого этажа. Ключ сразу вошел в замок и легко в нем повернулся. Дверь открылась, и Максвелл вошел в темную комнату. Дверь из-за его спины автоматически закрылась, щелкнув замком, и он протянул руку к выключателю. Но так и застыл с поднятой рукой. Что-то было не так. Какое-то чувство, ощущение, может быть, запах? Да, именно, запах. Слабый, нежный аромат незнакомых духу. Максвелл ударил кулаком по стене, вспыхнул свет. Комната стала другой. Не та мебель и пронзительные яркие картины на стенах. У него не было и никогда не будет таких картин. Позади него снова щелкнул замок, и он стремительно обернулся. Дверь распахнулась, и в комнату вошел соблезубый тигр. При виде Максвелла огромный кот припал к полу и заворчал, обнажив шестидюймовые кинжалы клыков. Максвелл осторожно покатился. Тигр медленно пополз вперед, по-прежнему ворча. Максвелл шагнул назад, почувствовал удар по лодыжке, попытался удержаться на ногах и понял, что падает. Он же видел этот пуфик. Мог бы, кажется, вспомнить, но не вспомнил. Споткнулся о него, и сейчас здорово шлепнется. Он попытался расслабиться, ожидая удара о жесткий пол, но вместо этого его спина погрузилась во что-то мягкое, и он сообразил, что приземлился на кушетку, которая стояла за полу. Тигр в изящном прыжке повис в воздухе, прижав уши, полуоткрыв пасть и вытянув массивные лапы вперед, словно таран. Максвелл скинул руки, загораживая грудь, но лапы отбросили их в сторону, как пушинки, и придавили его к кушетке. Огромная кошачья морда со сверкающими клыками придвинулась к самому его лицу. Медленно, почти ласково, Тигр опустил голову и длинный розовый язык, шуршавый, наприкатил. Тигр еще раз ободрал языком лицо Максвелла и присел на задние лапы. Ухмыляясь и поставив уши торчком, он рассматривал Максвелла с дружеским и даже вассорженным интересом. Максвелл приподнялся и сел, откинувшись на спинку кушетке. «Кто вы, собственно, такой?» спросила стоявшая в дверях девушка. «Видите ли я, однако вы не из робких», заметила она. Сильвестр замурлыкал громче. «Извините, мисс», сказал Максвелл. «Но я здесь живу. Во всяком случае, жил раньше. Это ведь квартира 7-21?» «Да, конечно», темнула она. «Я сняла ее ровно неделю назад». «А мог бы догадаться», сказал Максвелл, пожимая плечами. «Ведь мебель другая». «Я потребовал, чтобы хозяин вышвыкнул прежнюю», объяснила она. «Это было что-то чудовищное». «Погодите», перебил Максвелл. «Старый зеленый диван довольно потертый». И бар орехового дерева подхватила девушка. И к муснейшей морской пейзаже. «Достаточно устало», сказал Максвелл. «Вы вышвырнули мои вещи». «Не понимаю». «Хозяин сказал, что прежний жилец умер». «Нисчастный случай, если не ошибаюсь». Максвелл медленно поднялся на ноги. Тигр последовал его примеру, подошел поближе и начал нежно тереться головой о его колене. «Сильвестер, перестань», скомандовала девушка. Сильвестер продолжал свое занятие. «Не сердитесь на него», сказала она. «Он ведь просто большой котенок». «Биомех». Девушка кивнула. Поразительная умница. «Он ходит со мной повсюду». «Ей всегда ведет себя прилично. Не понимаю, что на него нашло. Наверное, вы ему понравились». Говоря все это, она смотрела на тигренка, но тут внезапно бросила на Максвелла внимательный взгляд. «Вам нехорошо?» Максвелл покачал головой. «Вы что-то очень побелели». Небольшое потрясение объяснило. «Наверное, в этом все дело». «Я сказал вам правду. До недавнего времени я действительно жил здесь. Произошла какая-то путаница. «Сядьте», приказала она. «Хотите выпить чего-нибудь?» «Если можно». «Меня зовут Питер Максвелл, я профессор...» «Погодите». «Максвелл?» «Вы сказали». «Питер Максвелл». «Ведь так звали...» «Да, я знаю», сказал Максвелл. «Так звали того человека, который умер». Он осторожно опустился на кушетку. «Я принесу вам чего-нибудь», сказала девушка. Сильвестр подобрался поближе и ласково положил массивную голову Максвеллу на колени. Максвелл почесал его за ухом, и Сильвестр громко замурлыков чуть-чуть повернулся, чтобы показать Максвеллу, где надо чесать. Девушка вернулась с рюмкой и села рядом. «Но я все-таки не понимаю, есть ли вы тот, кто...» «Все это очень запутанно», заметил Максвелл. «Должна сказать, что вы держитесь неплохо. Немного ошрумлены, пожалуй, но не сокрушены». «По правде говоря, признался Максвелл, на самом-то деле я не был застегнут врасплох. Меня поставили об этом в известность, но я не поверил». «То есть не позволил себе поверить?» Он поднес рюмку к губам. «А вы не будете пить?» «Если вам лучше, — сказала она, — если вы в норме, я пойду налью и себе». «Я прекрасно себя чувствую», — объявил Максвелл. «Я и как-нибудь все пережил. Он посмотрел на свою собеседницу и только теперь увидел ее по-настоящему. Стройные, подтянутые, коротко постриженные темные волосы, длинные ресницы и глаза, которые ему улыбались. «Как вас зовут?» — спросил он. «Кэрол Хэмптон. Я историк, работаю в институте времени». «Мисс Хэмптон, — сказал он, — приношу вам свои извинения. Я уезжал вообще с земли и только что вернулся. У меня был ключ, он подошел к замку, а когда я уезжал, эта квартира была моей. Не нужно ничего объяснять, — перебила она. «Мы выпьем», — сказал он. «А потом я встану и уйду, если только...» «Что?» «Если только вы не согласитесь пообедать со мной, чтобы я мог хоть чем-то отплатить вам за чуткость. Ведь вы могли бы выбежать с оплями. «А не подстроен или все?» — это спросила она подозрительно. «Вдруг вы...» «Ни в коем случае», — сказал он. «У меня не хватило бы сообразительности, и к тому же, откуда я взял бы ключ?» Она поглядела на него и потом сказала. «Это было глупо с моей стороны, но вам придется взять с собой семестра. Он ни за что не останется один». «Да я никогда и не согласился бы бросить его одного», — заявил Макс Лук. «Мы с ним друзья до гроба». «Это обойдется вам», — бифштекс предупредила она. «Он всегда голоден, наест только бы хорошие бифштексы. Большие и скромные». « ka drink-in, не без уничтожие бифштексы», « knows всё которое которое я не делала», Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 А просто дух, поправил тот. Я ведь дух, и больше ничего. И самое ужасное заключается в том, что я не знаю, чей я, собственно, дух. Очень рад познакомиться с вами. Так уютно сидеть за столиком вчетвером. В цифре 4 есть что-то милое и уравновешенное. Но объявил Оп. Теперь, когда мы перезнакомились, давайте перейдем к делу. Врипьем. Ужасно противно пить варенышку. Конечно, я люблю дух, и за многие его превосходные качества, но не перевариваю ни пьющих. Ты же знаешь, что я не могу пить, вздохнул дух. И есть не могу, и курить. Возможности духов весьма и весьма ограничены. Но мне хотелось бы, чтобы ты перестал указывать на это всем, с кем мы знакомимся. Он повернулся к Кэрол. Ты, кажется, удивлены, что варвар неандерталец способен изъясняться так красноречиво и свободно. Не удивлена, а потрясена, поправила Кэрол. Оп, сообщил ей Максвелл. За последние 20 лет вобрал в себя такое количество знаний, никакой обыкновенному человеку и не снилось. Начал с программы детского сада, в буквальном смысле слова, а сейчас работает над докторской диссертацией. А главное, он и дальше собирается продолжать в том же духе. Его можно назвать одним из самых выдающихся наших студентов. Он поднял руку и замахал официанту, призывая его могучим голосом. «Сюда!» — крикнул он. «Здесь есть люди, которые хотели бы облагодетельствовать вас заказом. Все они умирают от ползучей жажды». «Больше всего меня в нем восхищает», — заметил дух. «Его застенчивость и скромность». «Я продолжаю учиться», — сказал оп. «Но не столько из-за стремления к знанию, сколько ради удовольствия наблюдать ошарашенные выражения на лицах педантов-преподавателей и дураков-студентов». Впрочем, повернулся он к Максвеллу, «я отнюдь не утверждал, что все преподаватели обязательно педанты». «Спасибо», — сказал Максвеллу. «Есть люди», — продолжал оп, «которые, по-видимому, убеждены, что «homo sapiens neanderthalensis» — глупые скотины и ничего больше. И что ни говори, он вымер. Он не смог выдержать борьбы за существование, в чем усматривается прямое доказательство его безнадежной второсортности. Боюсь, я и дальше буду посвящать мою жизнь опровержению. Рядом с опом возник официант. «Э, это опять вы», — сказал он. «Можно было сразу догадаться, как только вы принялись на меня орать. Вы не воспитаны, оп». «С нами тот сидит человек», — сообщил ему оп, пропуская мимо ушей оскорбительное утверждение, «который вернулся из страны теней. По-моему, достойнее всего будет отпраздновать его воскрешение, лакханалии и дружбы». «Насколько я понял, вы хотите чего-нибудь выпить». «Так почему же вы сразу не принесли бутылку хорошего, пойло ведерко льда и четырь, нет, три рюмки?» — осведомился оп. «Дух, знаете ли, не пьет». «Я знаю», — сказал официант. «То есть, если мисс Хэмптон не предпочитает какую-нибудь модную болтушку, уточнил оп?» «Кто я такая, чтобы вставлять палки в колеса?» — спросила Кэрол. «Что пьете вы?» «Кукурузные виски», — ответил оп. «Наш спитом вкус в этом отношении ниже всякой кутики». «Ну, так кукурузные виски», — решила Кэрол. «Насколько я понял, — сказал официант, «когда я приволоку бутылку, у вас будет чем за нее заплатить. Я помню, как однажды...» «Если я обману ваши ожидания», — объявил оп, «мы обратимся к старине Питу». «Питу» переспросил официант и, посмотрев на Максвелла, воскликнул. «Профессор, я слышал, что вы...» «Я вам уже битый час об этом толкую», — перевел оп. «Потому-то мы и празднуем, он восстал из гроба». «Я не понимаю». «И незачем», — сказал. «Оп, несите-ка выпивку, и больше от вас ничего не требуется». Официант убежал. «А теперь», — сказал дух, обращаясь к Максвеллу, «пожалуйста, объясните нам, что вы такое?» «По-видимому, вы не дух». Или же процесс изготовления значительно улучшился с той поры, когда человек, которого представляю я, взросил брендную оболочку. «Насколько можно судить?» — начал Максвелл. «Перед вами результат раздвоения личности. Один из меня, насколько я понял, стал жертвой несчастного случая и умер». «Но это же невозможно», — возразила Кэрол. «Психическое раздвоение личности — это понятно, но чтобы физически...» «Ни на земле, ни в небесах нет ничего невозможного», — объявил дух. «Цитатка-то заезженная», — заметил поп. «И к тому же ты ее переврал». Он принялся энергично скрести волосатую грудь короткими пальцами. «Не глядите на меня с таким ужасом», — сказал он Кэрол. «Зу!» — и ничего больше. «Я дитя природы, и потому чешусь». «Но я отнюдь не наг. На мне надеты шорты». «Его выучили ходить на двух ногах», — заметил Максвелл. «Но только-только». «Вернемся к раздвоению вашей личности», — сказала Кэрол. «Не могли бы вы объяснить нам, что, собственно, произошло?» «Я отправился на одну из планет системы и нотовые шкуры, и в пути моя волновая схема каким-то образом сдублировалась». «Так что я прибыл одновременно в два разных места». «Вы хотите сказать, что возникло два Питера Максвелла?» «Вот именно». «На твоем месте», — сказал оп, — «я подал бы на них в суд». «Этим транспортникам даже убийство с рук сойдет». «Ты можешь вытрясти из них хорошее возмещение». «Вызовешь свидетелями меня и духа». «Мы ведь были на твоих похоронах». «И вообще», — добавил он, — «нам с духом тоже следует предъявитель иск за причинение моральных мук». «Наш лучший друг лежит в гробу, бледний и неподвижный, а мы совсем убиты горем». «Нет, правда, мы очень горевали», — сказал дух. «Я знаю», — ответил Максвелл. «Послушайте», — сказала Кэрол, «по-моему, вы все трое относитесь к получившемуся как-то слишком уж легко. Один из трех друзей». «Чего вы от нас хотите?» — осведомился оп. «Чтобы мы запели Аллилуйя или таращили глаза, девясь неслыханному чуду. Мы потеряли приятеля, а теперь он вернулся». «Но ведь их было двое и один». «Для нас он всегда был один», — сказал оп. «И, пожалуй, так лучше». «Нетрудно представить, какие недоразумения возникли бы, если бы его было двое». Кэрол повернулась к Максвеллу. «А что скажете вы?» Он покачал головой. «Я буду всерьез думать об этом только через два дня. А пока, наверное, я просто не могу». По правде говоря, при одной мысли об этом меня охватывает какое-то отцепенение. «Ну, сейчас я сижу здесь с хорошенькой девушкой, зная старыми друзьями и с большим симпатичным котиком и знаю, что нам предстоит разделаться с бутылкой виски, а потом хорошенько поужинать». Он весело ей улыбнулся, Кэрол пожаловал плечами. «Таких сумасшедших я еще не видела», — сказала она. «Знаете, мне это нравится». «Мне тоже объявило». «Что не говорить о вашей цивилизации куда приятней давних эпох. В моей жизни не было дня счастливей того, когда экспедиция из Института времени утащила меня сюда как раз в тот момент, когда несколько моих любящих соплеменников вздумали подзакусить мною. Впрочем, у меня к ним нет никаких претензий. Зима вывелась долгая, суровая, снег был очень глубоким, и дичь совсем исчезла. К тому же, кое-кто из племени имел на меня зуб, и не без основания, не буду вас обманывать. Меня уже собирались тюкнуть по затылку и, так сказать, сбросить в общий котел. «Каннибализм!» — с ужасом произнесла Кэрол. Естественно, утешил ее опыт. В те безыскусственные первобытные деньки в подобной ситуации не было ничего особенного. Но, разумеется, вам этого не понять. Ведь вы ни разу не испытывали настоящего голода, верно? Такого, чтоб кишки сводило, чтоб совсем иссохнуть. Он умолк и обвел глазами зал. Наиболее утешительный аспект. Этой культуры, продолжал он, заключается в изобилии пищи. В старину у нас была чересполосица. Узлопаем мастодонта и едим, пока нас не начнут рвать. После чего опять едим и... На мой взгляд, предостерегающе сказал дух, эта тема не слишком подходит для разговора за столом. Поглядил на Кэрол. «Во всяком случае, вы должны признать, объявил он, что я прямодушен. Когда я имею в виду рвоту, я так и говорю, нас рвало, а не, мы срыгивали». Подошел официант и почти швырнул носком бутылку и ведерко со льдом. «Горячие сейчас закажете?» спросил он. «Мы еще не решили, будем ли мы питаться в этой подозрительной харчевне. Одно дело тут нализаться, и совсем другое...» «В таком случае, сэр», сказал официант и положил перед ним счет. Оп, порылся в карманах и вытащил деньги. Максвелл придвинул бутылку и ведерко поближе и начал накладывать лед в рюмки. «Но мы же поужинаем тут?» спросила Кэрол. «Если Сирвестер не получит бифштекс, который вы ему обещали, я ничего не гарантирую. И ведь как терпеливо и благодравно он ведет себя, несмотря на все эти аппетитные запахи». «Ведь он же скушал один бифштекс», напомнил Максвелл. «Сколько еще он способен их сожрать?» «Неограниченное количество», ответил Оп. «В старину такое чудище в один присед запросто уминал лося». «Я вам когда-нибудь рассказывал?» «Думаю, что да», поспешно сказал дух. «Но бифштекс был пережаренный», запротестовала Кэрол. «А он любит их с кровью и к тому же совсем крохотный». «Оп», попросил Максвелл. «Верни официанту, у тебя это отлично получается. Твой голос словно создан для этой цели». Оп взмахнул могучей рукой и взревел. Потом подождал немного и снова взревел, но опять безрезультатно. «Он меня игнорирует», проворчал Оп. «А может быть, это вовсе не наш официант. Я их маках не различаю. Они для меня все на одно лицо». «Не нравится мне сегодняшняя публика», сказал дух. «Я все посматриваю по сторонам. Что-то назревает». «А чем они плохи?» спросил Максвелл. «Слишком много слезняков из английской литературы. Обычно они сюда не заходят. Завсегдатая здесь временщики и сверхъестественники». «Ты думаешь, это за Шекспира?» «Возможно», согласился дух. Максвелл передал рюмку Кэролу, а другую подвинул через стол Опу. «Как-то... как-то неудобно, что вы остаетесь ни при чем», сказала Кэрол, обращаясь к духу. «Ну, понюхайте хотя бы». «Пусть это вас не тревожит», смешался опыт. «Этот субъект напивается до розовых слонов одним лунным светом. Он может танцевать на радуге. У него перед вами масса преимуществ. Например, он бессмертен. Духа ведь ничем не убьешь». «Ну, не знаю», сказал дух. «Я не понимаю одного», сказала Кэрол. «Вы не рассеркнетесь?» «Пожалуйста, не стесняйтесь». «Вы сказали, что вы не знаете, чей вы дух. Вы пошутили, или это правда?» «Это правда», ответил дух. «И поверьте, весьма неприятная правда. Я чувствую себя крайне неловко». «Ну, что поделаешь, забыл?» «Из Англии это я во всяком случае знаю твердо, но фамилию вспомнить никак не могу. У меня есть подозрение, что и остальные духи...» «У нас тут нет других духов», сказал Матрон. «Контакты с духами, беседы, интервью, это сколько угодно, но ни один дух, кроме тебя, не захотел жить среди нас». «Почему ты это сделал, дух?» «Пришел к нам, я имею в виду». «Он прирожденный аферист», заметил Лоб. «Всегда высматривает, где чем можно поживиться». «Ну, положим», возразил Максвелл. «Что, собственно, мы можем дать духу?» «Вы даете мне», сказал дух, «ощущение реальности». «Какова бы ни была причина, я очень рад, что ты пришел к нам», сказал Максвелл. «Вы трое уже давние друзья», задумчиво произнесла Кэрол. «И это вас удивляет?» спросил Лоб. «Да, пожалуй». «Я не очень отдаю себе отчет, что, собственно, я имел в виду». В противоположном конце зала послышалась какая-то возня. Кэрол и Максвелл обернулись на шум, но не смогли разобрать, что там происходит. Внезапно на один из столиков спрыгнул человек и запел. «Бил Шекспир, хороший, малый, зря бумаги не марал, не давал проходу юбкам, громко песенки орал». Раздались возмущенные вопли и свист. Кто-то бросил чем-то в певца, но промахнулся. Часть посетителей подхватила песню. «Бил Шекспир, хороший, малый, зря бумаги не марал». Какой-то могучий бас оглушительно взревел. «Черт убила Шекспира!» И зал словно взорвался. Летели на пол стулья, люди вскакивали на столы и пронзительно вакили, сталкивали и стаскивали друг друга вниз. Замелькали кулаки. В воздух взвелись различные предметы. Максвелл вскочил, протянул руку и перебросил Кэрол себе за спину. Оп с оглушительным боевым кличем перепрыгнул через стол и опрокинул ногой ведерко. Ледяные кубики разлетелись во все стороны. «Я поспеваю их, как кегли!» кричал он Максвеллу. «А ты знай, оттаскивай!» Максвелл заметил кулак, смутнувшийся у него над ухом, увернулся и нанес удар в пустоту примерно в том направлении, откуда появился кулак. Над его плечом промелькнула ручища опа, завершавшаяся могучим кулаком, который врезался в чью-то физиономию и кто-то покатился пополу за их столиком. В затылок Максвеллу угодил какой-то тяжелый предмет, летевший со значительной скоростью и он свалился. Вокруг двигалась стена ног. Кто-то наступил ему на руку, кто-то упал на него. Где-то в неизмеримой ушине раздавались дикие завывания опа. Максвелл извернулся, сбросил упавшее на него тело и, пошатываясь, поднялся с пола. В его локоть впились сильные пальцы. «Давай-ка выбираться отсюда», сказал Оп. «Это может стерна кончиться». Кэрол откинулась назад, обеими руками сжимая за гривок Сильвестра. Тигренок стоял на задних лапах, молотя передними по воздуху. Он утробно рычал, и его длинные кулаки поблескивали даже в полутьме. «Если мы сейчас же не вытащим его отсюда», сказал Оп. «Котик сам раздобудет себе бифштекс». Он стремительно нагнулся, ухватил тигренка поперек живота, поднял его и прижал к груди. «Позаботься о девушке», скомандовал Оп. «Тут где-то есть другой выход». «И не забудь бутылку, она нам еще понадобится». Максвелл взял бутылку за горлышко. Духа нигде не было видно. Я трус, признался Дух. Я не скрываю, что стоит завязаться драки, и я превращаюсь в зайца. А ведь ты единственный парень в мире, которого никто и пальцем тронуть не может, заметил Оп. Они сидели вокруг квадратного шаткого стола, который Оп однажды в припадке хозяйственной энергии собственноручно сполотил из нетесанных досок. Кэрол отодвинула тарелку. «Я умирала от голода», сказала она. «Ну, не в силах больше проглотить ни кусочками». «И не только вы», отозвался Оп. «Взгляните-ка на нашу кисоньку». Сильвестр лежал, свернувшись возле очага. Обрубок хвоста был плотно прижат к заду, пушистые лапы припрывали нос, усы ритмично потрагивали от спокойного дыхания. «Первый раз вижу, чтобы саблезубый наелся до отвала», сказал Оп. Он взял бутылку и встряхнул ее. Она была пустая. Неандерталец встал, направился в угол, нагнулся, приподнял дверцу в полу и пошарил под ней. Он вытащил стеклянную банку и отставил ее в сторону. Потом достал еще одну и поставил ее рядом с ним. Наконец он с торжествующим видом извлек из темной первой бутылки. Убрав банки на прежнее место, Оп опустил дверцу и попался к столу, откупорил бутылку и начал разливать ее содержимое по стакану. «Вы, ребят, конечно, пьете без льда», сказал он. «Что зря разбавлять хороший напиток, а к тому же льда у меня все равно нет». Он указал на отвертцу в полу. «Мой тайник. Я всегда держу там бутылку-другую. На случай, если я, например, сломаю ногу, а медик запретил мне пить». «Из-за сломанной ты ноги», усомнился мой. «Ну, не из-за ноги, так. Из-за чего трудного», сказал Оп. «Мы с удовольствием приклёбывали листья. Путь с апрелого года снаружи ветер шуршал в стенах ежевых. В жизни я так вкусно на ужин его вздохнула. Я никогда еще не жарила себе сама бифтекс на палочку прямо вдогнал. Оп, удовлетворенно рыбнул. Так мы жарили мясо в каменном веке. Или ели его сырым, как он тот саблизовый. У нас ведь не было ни плит, ни духовок, ни прочих ваших выдумок». «У меня такое ощущение», сказал Максвелл, «что лучше не спрашивать, откуда взялась эта вырезка. Ведь все мясные лавки наверняка были закрыты». «Были-то были», согласился Поп. «Но есть тут один магазинчик, и на задней двери там висел вот этот простенький замок». «Когда-нибудь, сказал Дух, ты наживешь крупную неприятность». Поп покачал головой. «Не думаю, во всяком случае не в этот раз. Жизненно важная потребность. Нет, пожалуй, не то. Когда человек голоден, он имеет право на любую пищу, которую отыщет». Такой закон был в первобытные времена. Уж, конечно, суд и сейчас примет его во внимание. Кроме того, я завтра найду в этот магазинчик, зайду туда и объясню, что произошло. «Кстати», повернулся он к Максвеллу, «есть у тебя деньги?» «Сколько хочешь», ответил тот. «Мне были выписаны командировочные для поездки в енотовую шкуру, и я не истратил из них ни гроша». «Значит, на планете, куда вы попали, с вами обращались как с гостем», заметила Карл. «Примерно». «Я так до конца и не разобрался, в каких отношениях я находился с местными обитателями». «Они были приятными людьми?» «Приятными-то приятными, но вот людьми ли?» «Не знаю». Он повернулся к опу. «Сколько тебе нужно?» «Сотни должно хватить. Мясо, сломанные двери, конечно, оскорбленные чувства нашего друга-мясника». Максвелл достал бумажник, вытащил несколько банкнот и протянул их попу. «Спасибо», сказал ментарталец, «считай за мной». «Нет», возразил Максвелл, «сегодня я угощаю». «Ведь я пригласил Кэрл поужинать, хотя из этого так ничего и не вышло. Сильвестер у очага зевнул, потянулся и снова уснул, уже на спине, затрав все четыре лапы кверху. «Вы здесь в гостях?» мисс Хэмптон спросил дух. «Нет», с удивлением ответила Кэрл, «я здесь работаю, а почему вы подумали?» «Из-за вашего тигра». «Вы сказали, что это биомех и естественно подумал, что вы сотрудник биомеханического института». «Ага», сказала Кэрл, «Нью-Йоркского или Венского?» «Есть еще азиатский центр в Улан-Баторе, если мне не изменяет память. А вы там бывали?» «Нет, только слышал». «А ведь мог бы побывать, если бы захотел», сказал поп. «Он ведь способен переноситься куда угодно в мгновение урка. Вот почему сверхъестественники терпят его штучки. Они рассчитывают, в конце концов, докопаться до этих его свойств. Только старина, дух, стрелянный воробей, ничего им не говорит». На самом деле, его молчание объясняется тем, что ему платят транспортники, вмешался Максвелл. «Им нужно, чтобы он держал язык за зубами. Если он расскажет о способе своего передвижения, им придется закрыть лавочку. Люди смогут переноситься по желанию, куда захотят, не обращая внимания на расстояние, будь то хоть миля, хоть миллион световых лет». «А до чего он тактичен?» «Подхватил оп. Ведь клонил-то он к тому, что такой саблезубый стоит больших денег, если вы не специалист по биомеханике и сами состряпать его не можете». «Понимаю», сказала Карл. «Это верно. Они стоят безумных денег, которых у меня нет. Мой отец преподавал в Нью-Йоркском биомеханическом институте, и Сильвестра изготовили студенты его семинара, а потом подарили ему, когда он уходил на пенсию». «А я все равно не верю, что это киса биомеханического происхождения. Слишком уж у нее блестят глаза, когда она смотрит на меня», заметил оп. «Дело в том, объяснил Карл, что в настоящее время они уже не столько мех, сколько био». Термин «биомеханический» родился в те дни, когда чрезвычайно сложный электронный мозг и нервная система помещались в особого типа протоплазму. Но теперь механическими в них остались только органы, которые в природе изнашиваются особенно быстро. Сердце, почки, легкие и прочее в том же роде. Собственно говоря, в настоящее время биомеханические институты просто создают те или иные живые организмы. Но вы это, конечно, знаете. Ходят разговоры, сказал Максвелл, что где-то под замком содержится группа сверхлюдей. Вы что-нибудь об этом слышали? Да, но ведь всегда ходят какие-то странные слухи. А самый лучший поймал недавно я вмешался. Конфетка. Мне шепнули, что сверхъестественники установили контакт с сатаной. Так как же, Пит? Ну, возможно, кто-то и предпринял подобную попытку, сказал Максвелл. Ведь это просто напрашивалось. Неужели вы считаете, что сатана и в самом деле существует, удивилась Кэрол? Двести лет назад, ответил Максвелл, люди точно таким же тоном спрашивали, неужели существуют гоблины, тролли и феи? И духи, вставил дух. Кажется, вы говорите серьезно, воскликнула Кэрол. Нет, конечно, ответил Максвелл, но я не склонен априорно отрицать существование даже сатаны. Это удивительный век, заявил Поп. Что, несомненно, вы слышали от меня и раньше. Вы покончили с суевериями и бабушкиными сказками. Вы отыскиваете в них зерно истины. Однако мои соплеменники знали про троллей, гоблинов и прочих. Легенды о них, как вам известно, всегда основывались на фактах. Только позже, когда человек вышел из пеленок дикарской простоты, если вам угодно называть это так, он отмел факты, не позволяя себе поверить в то, что, как он знал, было правдой. Поэтому он принялся приукрашать факты и упрятал их в сказки, легенды и мифы. А когда люди размножились, все эти существа начали старательно от них прятаться и хорошо сделали. В свое время они вовсе не были такими милыми, какими считаете их теперь. А сатана, спросил дух. Не знаю, ответил Поп. Возможно, но точно сказать не могу. Тогда уже были все те, кого вы теперь разыскали, выманили на свет и поселили в заповедниках. Но их разновидностей было куда больше. Некоторые были жуткими и все вредными. По-видимому, вы не питали к ним большой симпатии, заметила Кэрол. Да, мисс, не питал. На мой взгляд, сказал дух, этим вопросом стоило бы заняться институту времени. По-видимому, существовало много разных типов этих. Можно назвать их приматами? Да, пожалуй, можно, согласился Максвелл. Приматов совсем иного склада, чем обезьяны и человек. Еще бы ни другого с чувством, произнес Оп. Гнусные, вонючки, ничего больше. Я уверена, что когда-нибудь институт времени возьмется из разрешения этого вопроса, сказала Кэрол. Еще бы, ответил Оп. Я им только об этом утвержу и прилагаю наглежащее описание. У института времени слишком много задач, напомнил им Максвелл. В самых различных и одинаково интересных областях. Им же надо охватить все прошлое. При полном отсутствии денег добавила Кэрол. Мы слышим голос лояльного сотрудника института времени, объявил Максвелл. Но это же правда, воскликнула девушка. Исследования, которые проводит наш институт, могли бы принести столько пользы другим наукам. Написанную историю полагаться нельзя. Во многих случаях оказывается, что все было совсем не так. Пристрастие, предубеждение или просто тупые суждения, намеки, навеки мумифицированные на страницах книги документов. Но разве другие институты какие исследования необходимы и средства? Я вам могу ответить нет и нет. Ну, есть, конечно, исключения. Тюридический факультет всегда идет навстречу, но таких мало. Остальные боятся. Они не хотят рисковать благополучием своих уютных мерков. Возьмите, например, историю с Шекспиром. Казалось бы, факультет английской литературы должен был бы обрадоваться, узнав, кто был настоящим автором этих пьес. В конце концов, вопрос о том, кто их автор дебатировался несколько столетий. Но когда институт времени дал на него точный ответ, они только вышли из себя. А теперь, сказал Максвелл, институт тащит сюда Шекспира читать лекцию о том, писал он их или нет. Не кажется ли вам, что это не слишком тактично? Ах, дело совсем в другом, вспыхнула Кэрол. В том, что институт времени вынужден превращать историю в аттракцион, чтобы пополнить свою кассу. И так всегда. Всевозможные планы, цель которых одна раздобыть деньги. И так уж у нас репутация балаганных клоунов. Неужели вы думаете, что декану Шарпу нравится? Я хорошо знаю Харлоу Шарпа, сказал Максвелл. Поверьте, он извлекает из этого массу удовольствие. Какое кощунство, воскликнул оп с притворным ужасом. Или ты не знаешь, что за разглашение священных тайн тебя могут распять? Вы смеетесь надо мной, сказала Кэрол. Вы смеетесь над всеми и над всем. И вы тоже, Питер Максвелл. Я приношу извинения от их имени, взмешался дух. Поскольку у них не хватает ума извиниться самим. Только прожив с ними бок о бок 10-15 лет, начинаешь понимать, что они в сущности совсем безвредны. И все равно наступит день, когда институт времени получит в свое распоряжение все необходимые средства, сказала Кэрол. Тогда он сможет привести в исполнение задуманные проекты, а остальные факультеты могут убираться ко всем чертям. Когда состоится продажа, она внезапно умолкла и словно онемела. Казалось, только колоссальным усилием воли она удержалась от того, чтобы зажать себе ладонью рот. «Какая продажа?» спросил Максвелл. «По-моему, я знаю», сказал Оп. До меня дошел слух, собственно говоря, слушок, и я не обратил на него внимания. Хотя, если на то пошло, как раз такие мерзкие тихие слушки оказываются на поверку правды. «Когда слов грозен по всеми истинные...» «Оп, нельзя ли без речей?» перебил дух. «Просто скажи нам, что ты слышал». «О, это невероятно!» объявил Оп. «Вы не поверите, как бы ни старались». «Да перестаньте же!» вскричала Кэрол. Все трое выжидающе посмотрели на нее. «Я сказал лишнее, слишком увлеклась и, пожалуйста, забудьте об этом. Я даже не знаю, действительно ли предполагается что-то подобное». «Разумеется!» сказал Максвелл. «Ведь вы провели вечер в дурном обществе, вынуждены были терпеть грубость и...» «Нет», сказала Кэрол, покачав головой. «Моя просьба бессмысленна. Да я и не имею права просить вас об этом. Мне остается только рассказать вам все и положиться на вашу порядочность. И я совершенно уверена, что это не пустые слухи. Институту времени предлагают продать артефакт». В хижине воцарилась напряженная тишина. Максвелл и его друзья замерли, почти не дыша. Кэрол удивленно переводила взгляд с одного на другого, не понимая, что с ними. Наконец, дух сделал легкое движение и в безмолвии им всем показалось, что его белый саван зашуршал так, словно был материален. «Ведь вам неизвестно, сказал он, как нам всем троим дорог артефакт». «Вы нас как громом поразили», объявил оп. «Артефакт», полголоса произнес Максвелл. «Артефакт», величайшая загадка, единственный предмет в мире, ставящий всех в кубик. «Таинственный камень», сказал оп. «Не камень», поправил его дух. «Значит, вы могли бы мне объяснить, что это такое?» спросила Кэрол. «Но вся соль как раз заключается в том, что дух не может ответить на ее вопросы никто другой тоже», подумал Максвелл. «Около десяти лет назад экспедиция Института Времени, отправившаяся в Юрский период, обнаружила артефакт на вершине холма, и он был доставлен настоящей ценой неимоверных усилий и затрат. Его вес трепал для переброски во времени такой энергии, какой еще ни разу не приходилось применять. Для осуществления этой операции пришлось отправить в прошлое портативный ядерный генератор, который пересылался по частям и был смонтирован на месте. Затем перед экспедицией встала задача возвращения генератора в настоящее, поскольку простая порядочность не позволяла оставлять в прошлом подобные предметы, даже в столь отдаленном прошлом, как Юрский период. «Я не могу вам этого объяснить», сказал Дух, «и никто не может». Дух говорил чистую правду, пока еще никому не удалось установить хотя бы приблизительно что такое артефакт. Этот массивный брус из какого-то материала, который не был ни металлом, ни камнем, хотя вначале его определили как камень, а затем как металл, ставил в тупик всех исследователей. Он был длиной в 6 футов и высотой в 4 и представлял собой из густых сплошной черноты, не поглощавшей энергии и не испускавшей ее. Свет и другие излучения отражались от его поверхности, на которой никакие режущие инструменты не могли оставить ни малейшего следа, даже лазерный луч оказался бессильным. Неуязвимый и непроницаемый артефакт прямо хранил свою тайну. Он лежал на пьедестале в первом зале Музея Времени, единственный предмет в мире, для которого не было найдено хотя бы дипотетически правдоподобного объяснения. Но если так, сказала Кэрол, то почему вы расстроились? А потому, ответил Оп, что Питу кажется, будто эта штука в далекую старину была предметом поклонения обитателей холмов. То есть, если эти паршивцы вообще способны чему-то поклоняться. «Мне очень жаль», сказала Кэрол. «Нет, правда, я ведь не знала. Наверное, если сообщить в институт?» «Это же только предположение», возразил Максвелл. «У меня нет фактов, на которые можно было бы сослаться. Просто какие ощущения, оставшиеся после разговоров с обитателями холмов. Но даже маленький народец ничего не знает. Это ведь было так давно. Так давно. Почти двести миллионов лет назад. Глава седьмого. «Ваш оп меня просто ошеломил», заметила Кэрол. «Этот домик, который он соорудил на краю света». «Он оскорбился бы, если бы услышал, что вы назвали его жилище домиком», сказал Максвелл. «Это хижина, и он ею гордится. Переход из пещеры прямо в дом был бы для него слишком тяжел. Он чувствовал бы себя очень неуютно». «Из пещеры? Он в самом деле жил в пещере?» «Я должен вам сообщить кое-что про моего старого друга Опа», сказал Максвелл. «Он записной врун, и его рассказам далеко не всегда можно верить. Это история про каннибализм, например. Мне сразу стало легче на душе, чтобы люди ели друг друга». «О, каннибализм в свое время существовал, это известно точно. Но вот должен ли был Опа попасть в котел в дело совсем другого рода? Вообще-то, если речь идет об общих сведениях, на его слова можно полагаться. Сомнительно только описание его собственных приключений». «Странно», сказала Кэрл. «Я не раз видела его в институте, он показался мне интересным, но я никак не думала, что познакомлюсь с ним». «Да если говорить честно, у меня и не было такого желания. Есть люди, от которых я предпочитаю держаться подальше, и он казался мне именно таким». И воображала, что он груб неотесан. «Он такой и есть», вставил Максок. «Но удивительно обаятельный», возразила Кэрл. «В темной глубине неба холодно мерцали ясные осенние звезды. Шоссе, почти совсем пустое, велось вдоль самого гребня холма. Далеко внизу широким веером сияли огни университетского городка. Ветер, срывавшийся с гребня, приносил слабый запах горящих листьев. И огонь в очаге, такая прелесть», вздохнула Кэрл. «Ветер, почему мы обходимся без огня? Ведь построить очаг, наверное, совсем несложно». «Несколько сот лет назад», сказал Максвелл, «в каждом доме или почти в каждом доме был по меньшей мере один очаг, а иногда и несколько». Разумеется, эта тяга к открытому огню была атовизмом, воспоминанием о той эпохе, когда огонь был подателем, тепла и защитником. Но в конце концов, мы переросли, это чувство. Не думаю, мы просто ушли в сторону. Повернулись спиной к какой-то части нашего прошлого. А потребность в огне все еще живет в нас. Возможно, чисто психологическое. Я убедилась в этом сегодня. Огонь был таким завораживающим и уютным. Возможно, это первобытные черта, но должно же в нас сохраниться что-то первобытное. «Оп не может жить без огня», сказал Максвелл. Именно отсутствие огня ошеломило его больше всего, когда экспедиция доставила его сюда. Первое время с ним, конечно, обходились как с пленником, держали не то чтобы в заперти, но под строгим присмотром. Но когда он стал, так сказать, сам себе хозяином, он подыскал подходящее место за пределами городка и выстроил там хижину. Примитивную, как ему и хотелось. И, конечно, с очагом. И с огородом. Вам непременно следует посмотреть его огород. Идея, что пищу можно выращивать, была для него абсолютно новой. В его времена никто и представить себе не мог ничего подобного. Гвозди, пиво, молотки и доски тоже вылимал в новинку, как и все остальное. Но он проявил поразительную психологическую гибкость и с легкостью освоил как новые инструменты, так и новые идеи. Его ничто не могло ошеломить. Свою тижину он строил, пользуясь пилой, молотком, гвоздями, досками и всем прочим. И все-таки, мне кажется, больше всего его потряс огород. Возможность выращивать пищу вместо того, чтобы охотиться за них. Вероятно, вы заметили, что он и сейчас еще внутренне не может до конца привыкнуть к изобилию и доступности еды. И на китков добавила Кэрол. Максвелл рассмеялся. Еще одно новшество, с которым он мгновенно освоился. Это почти его конек. Он даже поставил у себя в сарае аппарат и гонит гнуснейший самогон. Удивительно ядовитое пойло. Но гостям он билу не дает, сказала Кэрол. Мы же пили виски. Самогон он бережет для самых близких друзей. Банки, которые он достал из-под полья... Я еще подумал, зачем он их там прячет? Они показались не совсем пустыми. Обе до краев полны прозрачным самогоном. Да, сказали, что прежде он находился на положении пленника, а теперь... Какое отношение он имеет к институту времени? Он считается подопечным нашего института. Впрочем, это его ни к чему не обязывает. Но он ни за что не расстанется с институтом. Он ему предан даже больше, чем вы. А дух? Он живет в общежитии факультета сверхъестественных явлений на положении подопечного? Ну нет. Дух — бродячая кошка. Он странствует повсюду, где захочет. У него есть друзья во всех уголках планеты. Насколько мне известно, он ведет большую работу в Гималайском институте сравнительной истории религии. Однако он довольно часто выбирается сюда. Они с опом сразу же стали закадычными друзьями, едва только факультет сверхъестественных явлений установил контакт с духом. Пит, вы называете его духом, но что он такое на самом деле? Дух? А что же еще? Ну что такое дух? Не знаю. И никто не знает, насколько мне известно. Но вы же сверхъестественник. Да, конечно. Но я всегда работал с маленьким народцем, специализируясь по гоблинам, хотя меня интересуют и все остальные, даже баньши, хотя трудно вообразить более коварные и скрытные существа. Но значит, имеются и специалисты по духам. Что они говорят? Вероятно, довольно многое. Написаны тонны книг о привидениях, призраках и прочем, но у меня никогда не хватало на них времени. Я знаю, что в давние века считалось, будто всякий человек после смерти становится духом, но теперь, насколько мне известно, эта теория отвергнута. Духи возникают благодаря каким-то особым обстоятельствам, но каким именно, я не имею ни малейшего представления. Знаете, сказала Кэрол, его лицо, хотя может быть и потустороннее, в то же время на ринге спритекательное. Мне было ужасно трудно удержаться и не разглядеть его, не разглядывать его все время. Просто клочок сумрака в складках савана. Хотя, конечно, это вовсе не саван и порой намек на глаза. Прохотные огоньки, которые кажутся глазами, или это только одно мое воображение? Нет, мне тоже иногда мерещится что-то такое. Пожалуйста, попросила Кэрол, возьмите этого дурака за шиворот и оттащите немного назад. Он на того и глядит, соскользнет за скоростную полосу, но просто ничего не соображает и засыпает где угодно и когда угодно. Ни о чем другом, кроме еды и сна, он вообще думать не может. Максвелл нагнулся и сдвинул Сильвестра на прежнее место. Сильвестр сонно заворчал. Откинувшись на спинку сиденья, Максвелл посмотрел вверх. Поглядите на звезды, сказал он. Нигде нет такого неба, как на земле. Я рад, что вернулся. Но что вы намерены делать дальше? Провожу вас домой, заберу чемодан и вернусь к копу. Он откроет одну из своих банок и мы будем попивать его зелье и разговаривать до зари. Тогда я улягусь в постель, которую он завел для гостей, а он свернется на куче листьев. Я видела эти листья в углу и мне было ужасно любопытно узнать, зачем они там, но я не спросила. Он спит на них. На кровати ему неудобно, ведь в конце концов в течение многих лет куча листьев была для него верхом роскоши. Ну вот, вы снова надо мной смеетесь. Вовсе нет, сказал Максвелл. Я говорю чистую правду. Но я же спрашивал у вас вовсе не о том, что вы будете делать сегодня вечером, а вообще вы ведь мертвы или вы забыли? Я буду объяснять, сказал Максвелл. Без конца объяснять. Где бы я ни оказался, найдутся люди, которые захотят узнать, что произошло, а может быть даже будет проведено официальное расследование. Я искренне надеюсь, что обойдется без этого, но правило есть правило. Мне очень жаль, сказала Кэрол. И все-таки я рада. Как удачно, что вас было двое. Если транспортники сумеют разобраться в этой механике, заметил Максвелл, они откроют для себя золотую жилу. Все мы будем хранить где-нибудь свою копию на черный день. Это ничего не даст, возразила Кэрол. То есть для каждого данного индивида. Тот, другой Питер Максвелл был самостоятельной личностью и... Нет, я запуталась. Час слишком поздний, чтобы разбираться в подобных сложностях, но я уверен, что ваша идея неосуществима. Да, согласился Максвелл. Пожалуй, так. Это была глупая мысль. А вечер был приятный, сказала Кэрол. Спасибо, я получила большое удовольствие. А Сильвестр получил большой бифштекс. Да, конечно, он вас не забудет. Он любит тех, кто угощает его бифштексами. Удивительный обжор. Я хотел спросить, вот о чем сказал Максвелл. Вы нам не сказали, кто предложил купить артефакт? Не знаю. Мне известно только, что такое предложение было сделано, и насколько я поняла, условия достаточно выгодные, чтобы серьезно заинтересовать институт времени. Я случайно услышал отрывок разговора, не предназначавшегося для моих ушей, а от этого что-нибудь зависит. Возможно, сказал Максвелл. Я теперь вспоминаю, что одно имя упоминалось, но не покупателя, как мне кажется. Просто кого-то, кто имеет к этому отношение. Я только сейчас вспомнил, а кто-то по фамилии Черчилл. Это вам что-нибудь говорит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мистер Ксаймон. Заповедник Боблина. Глава восьмая. Когда Максвелл вернулся, таща свой чемодан, оп, сидел перед очагом и подрезал ногти на ногах большим складным ножом. Иандерталец указал лезвием на кровать. Брось-ка его туда, а сам садись где-нибудь рядом со мной. Я только что подложил в огонь парочку поленьев и того, что в банке хватит на двоих. К тому же у меня припрятаны еще две. А где дух? Осведомился Максвелл. Исчез. Я не знаю, куда он отправился. Он мне этого не говорит. Но он скоро вернется. Он никогда надолго не пропадает. Максвелл положил чемодан на кровать, вернулся к очагу и сел, прислонившись к его шершавым камням. Сегодня ты валял дурака даже лучше, чем это у тебя обычно получается, сказал он. Ради чего? Ради ее больших глаз, ответил оп, ухмыляясь. Девушку с такими глазами нельзя не шокировать. Извини, Пит, я никак не мог удержаться. Все эти разговоры о каннибализме и рвоте, продолжал Максвелл. Не слишком ли ты перегнул палку? Ну, я, пожалуй, вправду немного увлекся, признал оп. Но ведь публика как раз этого и ждет от дикого неандертальца. А она далеко не глупа, заметил Максвелл. Она проболталась об этой истории с артефактом на редкость ловко. Ловко? Само собой разумеется. Неужели ты думаешь, что она и в самом деле проговорилась нечаянно? Я об этом вообще не думал, сказал оп. Может быть и нарочно, но в таком случае зачем ей это? Как ты думаешь? Скажем, она не хочет, чтобы его продавали. И она решила, что если упомянуть об этом приголкуне вроде тебя, на утро новость станет известна всему городу. Она рассчитывает, что такие разговоры могут сорвать продажу. Ты же знаешь, Питч, что я вовсе не болту. Я-то знаю, но вспомни, как ты себя сегодня вел. Оп сложил нож, сунул его в карман и, взяв банку, протянул ее Максвеллу. Максвелл сделал большой глоток. Огненная жидкость полоснула его по горлу, как бритвы, и он закашлялся. Ну, хоть бы раз выпить эту дрянь, не поверхнувшись, подумал он. Кое-как проглотив самогон, он еще несколько секунд никак не мог отдышаться. Забористая штука, сказал Оп. Давненько у меня не получалось такой удачной партии. Ты видел? Чистый, как слеза. Максвелл не в силах произнести ни слова, только кивнул. Оп, в свою очередь, взял банку, поднес ее к губам, запрокинув голову, и уровень самогона в банке сразу понизился на дюйм с лишним. Потом он нежно прижал ее к волосатой груди и выдохнул воздух с такой силой, что огонь по чуге заплясал. Свободной рукой он погладил банку. Первоклассная пойла, сказал он, утер рот рукой и некоторое время молча смотрел на тебя. Вот тебя она, несомненно, не могла принять за болтуна, сказал он наконец. Я заметил, что сегодня вечером ты сам выделывал лихие пероэты вокруг да около правды. Возможно, потому что я сам не знаю, какова эта правда задумчиво произнес Максвелл. И как мне с ней поступить? У тебя есть настроение слушать? Сколько угодно, сказал оп. То есть, если тебе этого хочется, а так можешь мне ничего не говорить. Я имею в виду подолгу дружбы. Если ты мне ничего не скажешь, мы все равно останемся друзьями. Ты же знаешь, мы вообще можем ничего об этом не говорить. У нас найдется немало других тем. Максвелл покачал головой. Нет, оп. Мне необходимо с кем-то обсудить все это, но довериться я могу только тебе. В одиночку мне не справиться. Ну-ка, отхлебни еще. Сказал оп, протягивая ему банку. А потом начинай, если хочешь. Я одного не могу понять. Как транспортники допустили такую промашку? И я не верю, будто они ее допустили. Я бы сказал, что откроется что-то совсем другое. Ты не ошибся, бы ответил Максвелл. Где-то есть планета, и по-моему, не так уж далеко. Свободно странствующая планета, не связанная ни с каким Солнцем. Хотя, насколько я понял, она в любой момент может присоединиться к той системе, какая ей приглянется. Это ведь довольно сложно. Орбиты законных местных планет спутаются в клубах. Не обязательно, возразил Максвелл. Она ведь может выбрать орбиту в другой плоскости, и тогда ее присутствие практически на них не отразится. Он взял банку, зажмурил глаза и сделал могучий глоток. Отняв банку от арта, он снова прислонился к грубым камням. В трубе мяукал ветер, но эти тоскливые звуки раздавались снаружи затащатыми стенами. Головешка в очаге рассыпалась каскадом раскаленных угольков. Пламя заплясало, и по всей комнате замелькали неверные тени. Он забрал банку из рук Максвелла, но пить не стал, а зажал ее между коленями. Иными словами, эта планета перехватила и сдублировала твою волновую схему, так что вас стало двое, сказал он. Откуда ты знаешь? Дедуктивный метод. Наиболее логичное объяснение того, что произошло. Мне известно, что вас было двое. С тем другим, который вернулся раньше тебя, я разговаривал. И он был ты. Он был точно таким же Питером Максвеллом, как ты. Он сказал, что на планетах енотовой шкуры никаких следов дракона не оказалось, что все это были пустые слухи, и потому он вернулся раньше, чем предполагал. Так вот в чем дело, заметил Максвелл. Я никак не мог понять, почему он вернулся до срока. Передо мной стоит дилемма, сказал поп. Должен ли я предаваться радости или горю? Наверное, и радости, и горю понемножку, оставив место для смиренного удивления перед неисповедимыми путями человеческих судеб. Тот, другой был ты. И вот он умер, я потерял друга, ибо он был человеком, личностью, а человеческая личность кончается со смертью. Но вот тут сидишь ты. И если прежде я потерял друга, то теперь я вновь его обрел, потому что тут такой же настоящий Питер Максвелл, как и тот. Мне сказали, что это был несчастный случай. Ну, не знаю, заметил поп. Я над этим довольно много размышлял, и я бы... Попси не уверен, что это действительно был несчастный случай, особенно после того, как ты вот вернулся. Он сходил с шоссе, споткнулся, упал и ударился затылком. Но ведь никто не спотыкается, сходя с шоссе. Разве что калеки или люди мертвецки пьяные, наружная полоса еле ползет. Конечно, сказал поп. И так же рассуждала полиция, но других объяснений не нашлось, а полиции, как тебе известно, требуется какое-нибудь объяснение, чтобы закрыть дело. Случилось это в пустынном месте, примерно на полпути отсюда до заповедника Гоблинов. Свидетелей не было. Очевидно, все произошло, когда шоссе было пустынно, возможно, ночью. Его нашли около десяти часов утра. С шести часов на шоссе уже было много людей, невероятно, все они сидели на внутренних скоростных полосах и не видели обочины. Труп мог пролежать очень долго, прежде чем его заметили. По-твоему, это не был несчастный случай? Так что же, убийство? Не знаю. Мне приходила в голову эта мысль. Одна странность так и осталась необъясненной. В том месте, где обнаружили тело, стоял какой-то необычный запах, никому не знакомый. Может быть, кто-то знал, что вас двое, то какой-то причине это его не устраивало. Но кто же мог знать, что нас двое? Обитатели той планеты, если на ней были обитатели. «Бэйли», сказал Максвелл, «это поразительное место». И пока он говорил, оно вновь возникло перед ним, как наяву. Хрустальная планета, во всяком случае, какой она показалась ему при первом знакомстве. Огромная, простирающаяся во все стороны хрустальная равнина, а над ней хрустальное небо, к которому с равнины поднимались хрустальные колонны, чьи вершины терялись в млечной голубизне неба, колонны, возносящиеся ввысь, чтобы удержать небеса на месте. И полные безлюдья, рождавшие сравнение с пустым бальным залом гигантских размеров, убранным и натертым для бала, ожидающим музыки и танцоров, которые не пришли и уже никогда не придут. И пустой зал в овете веков сияет сказочным блеском, никого не радуя своим изяществом. Бальный зал, но бальный зал без стен, простирающийся вдаль, не к горизонту, горизонта там, казалось, не было вовсе, а туда, где небо, это странно матовое стеклянное небо, смыкалось с хрустальным полом. Он стоял, ошеломленный этой невероятной колоссальностью и безграничного неба, ибо небо отнюдь не было безграничным, и не огромных просторов, ибо просторы не были огромными, но колоссальностью именно замкнутого помещения, словно он вошел в дом великана и заблудился, и ищет дверь, не представляя себе, где она может находиться. Место, не имевшее никаких отличительных черт, потому что каждая колонна была точной копией соседней, а в небе, если это было небо, не виднелось ни облачко, и каждый фут, каждая миля были подобны любому другому футу, любой другой миле этих абсолютно ровных хрустальных плит, которые тянулись во всех направлениях. Ему хотелось закричать, спросить, есть ли здесь хоть кто-нибудь, но он боялся закричать, возможно, из страха, хотя тогда он этого не осознал, а понял только потом, что от звука его голоса холодное сверкающее великолепие вокруг может рассыпаться облаком мерцающего иния, ибо там царила тишина, не нарушаемая ни единым шорохом. Это было безмолвное, холодное и пустынное место. Все его великолепие и вся его белизна терялись в его пустынности. Медленно, осторожно, опасаясь, что движение его ног может обратить весь этот мир в пыль. Он повернулся и уголком глаза уловил нет, не движение, а лишь намек на движение, словно там было что-то, но унеслось с быстротой, невоспринимаемой глазом. Он остановился, чувствуя, что по коже у него забегали мурашки, завороженные ощущением чужеродности, более страшной, чем реальная опасность, пугаясь этой чужеродности, столь непохожей, столь далекой от всего нормального, что при взгляде на нее казалось, можно было зайти с ума, прежде чем успеешь закрыть глаза. Ничего не случилось, и он снова пошевелился, осторожно поворачиваясь дюйм за дюймом, и вдруг увидел, что за спиной у него все это время было какое-то сооружение. Машина, прибор, аппарат. И внезапно он понял, перед ним находилось неведомое приспособление, которое притянуло его сюда, эквивалент передатчика и приемника материи в этом невозможном хрустальном мире. Одно он знал твердо, эта планета не принадлежала к системе енотовой шкуры. Об этом месте он никогда даже не слышал. Нигде во всей известной Вселенной не было ничего даже отдаленно похожего на то, что он видел сейчас. Что-то произошло, и его швырнуло не на ту планету, на которую он отправился, а в какой-то забытый уголок Вселенной, куда человек может быть проникнет не ранее, чем через миллион лет, так далеко от Земли, что мозг отказывался воспринять подобные расстояния. Он снова уловил какое-то неясное мерцание, как будто на хрустальном фоне мелькали живые тени, и внезапно это мерцание превратилось в непрерывно меняющиеся фигуры, и он увидел, что их здесь много, этих движущихся фигур, непонятных, отдельно существующих, оказалось, таивших в своем мерцании какую-то индивидуальность, словно это были призраки неведомых существ, подумал он с ужасом. И я отнесся к ним, как к реальности, сказал он попу. Я принял их на веру, другого выхода у меня не было, иначе я остался бы один на этой хрустальной равнине. Человек прошлого века, возможно, не смог бы воспринять их как реальность, он постарался бы вычеркнуть их из своего сознания как плод расстроенного воображения. Но я слишком много часов провел в обществе духа, чтобы пугаться привидений. Я слишком долго работал со сверхъестественными явлениями, чтобы меня могла смущать мысль о существах и силах неизвестных человеку и странно, но утешительно одно, они почувствовали, что я их воспринимаю. Так значит, это была планета с привидениями, спросил Коп. Максвелл кивнул. Можно посмотреть на это и так, но скажи мне, что такое привидение? Призрак, сказал Коп. Дух. Но что ты подразумеваешь под этими словами? Дай мне определение. Я пошутил, виновата, сказал Коп. И пошутил глупо. Мы не знаем, что такое привидение, и даже дух не знает точно, что он такое. Он просто знает, что он существует, а уж кому это знать, как не ему. Он много над этим размышлял, по-всякому анализировал, общался с другими духами, но объяснения так и не отыскал, поэтому приходится вернуться к сверхъестественному. То есть к необъясненному, сказал Максвелл. Какие-то мутанты, предположил Оп. Так считал Коллинз, сказал Максвелл. Но у него не нашлось ни сторонников, ни последователей. Я тоже не соглашался с ним, но до того, как побывал на хрустальной планете, теперь я уже ни в чем не уверен. Что происходит, когда раса разумных существ достигает конца своего развития, когда она как раса минует пору детства и зрелости и вступает в пору глубокой старости? Раса подобна человеку, умирающей от дряхтости. Что она тогда предпринимает? Разумеется, она может просто умереть. Это было бы наиболее логично. Но, предположим, есть причина, которая мешает ей умереть. Предположим, ей надо во что бы то ни стало остаться в живых, и она не может позволить себе умереть. Если призрачное состояние это действительно мутация, сказал Оп. Если они знали, что это мутация, если они достигли таких высот знания, что могли контролировать мутации, он умолк и посмотрел на Максвелла. А твое ему произошло что-то в этом роде? Пожалуй, сказал Максвелл. Я все больше и больше склоняюсь к этой мысли. Выпей, сказал Оп, протягивая ему банку. Тебе это будет полезно. А потом дай мне отхлебнуть. Максвелл взял банку, но пить не стал. Он протянул руку к дровам, могучими пальцами ухватил полено и бросил его в огонь. Столб искры унесся в трубу. Снаружи за стенами стонал ветер. Максвелл поднес банку к губам. Самогон хлынул в его глотку, как поток лавы. Он закашлялся. Но хоть бы раз выпить эту дрянь, не поперхнувшись. И протянул банку опу. Оп поднял ее, но пить не стал и посмотрел на Максвелла. Ты сказал, какая-то причина, ради которой необходимо жить. Какая-то причина, не позволяющая ему умереть и заставляющая их существовать в любой форме, в какой это для них возможно. Вот именно сказал Максвелл. Сведения, знания. Планета, нафаршированное знание, настоящий склад знаний. И думаю, не более десятой доли дублирует то, что известно нам. А все остальное новое для нас, неведомое. Такое, что нам и не снилось. Знания, каких нам еще миллионы лет не приобрести, если мы вообще до них доберемся. Вся эта информация, насколько я понимаю, зафиксирована на атомарном уровне, таким образом, что каждый атом становится носителем частички информации. Гранится она в железных листах, вроде книжных страниц, сложенных гигантскими стопками и гипами. Причем каждый слой атомов, да, они расположены слоями, содержат какой-то определенный раздел. Прочитываешь первый слой, принимаешься за второй, и опять это похоже на страницы книги. Каждый слой атомов, страница, положенная на другие такие же страницы, каждый металлический лист, нет, не спрашивай, я даже примерно не могу сказать, сколько слоев атомов содержит каждый лист. Вероятно, сотни тысяч. Он поспешно поднял банку, сделал гигантский глоток, расплескав самогон по волосатой груди и шумно вздохнул. Они не могут бросить эти знания на произвол судьбы, сказал Максвелл. Они должны передать их кому-то, кто сможет ими воспользоваться. Они должны жить, пока не передадут их. Вот тут-то им и понадобился я. Они поручили мне продать их запас знаний. Максвелл поднял руку и вытер внезапно вспотевший лук. Не знаю, сказал он. Не знаешь? Ну, как же ты можешь продавать товар, не зная, чего он стоит и не зная, какую цену спросить? Они сказали, что еще свяжутся со мной. Они сказали, чтобы я узнал, кого это может заинтересовать, и тогда они сообщат мне цену. Хорошенький способ заключать деловые сделки, возмутился Оп. Да, конечно, согласился Максвелл. И у тебя нет даже ни малейшего представления о цене. Ни малейшего. Я попытался объяснить им положение, они не могли понять. Или, может быть, не хотели. И сколько я с тех пор не ломал над этим голову, я так и не пришел ни к какому выводу. Все, конечно, сводится к вопросу, в чем, собственно, может нуждаться подобные братья. И хоть убей, я не могу себе этого представить. Во всяком случае, заметил Оп, они знали, где искать покупателей. И что же ты собираешься предпринять? Я попробую поговорить с Арнольдом. Ты умеешь выбирать крепкие орешки, сказал Оп. Видишь ли, я могу говорить только с самим Арнольдом. Такой вопрос нельзя пускать по инстанциям. Все необходимо сохранить в строжайшей тайне. Ведь на первый взгляд подобное предложение кажется смехотворным. Если про него проведают репортеры или просто любители сплетен, университет немедленно откажется от каких-либо не было переговоров. Ведь если он, несмотря на огласку, все-таки что-то предпримет, а сделка сорвется, то не исключено, так как я действую вслепую, хохотать над ним будут по всей вселенной до самых дальних ее пределов. Распрачиваться же придется Арнольду и мне, и... Арнольд чиновник Пит, и больше ничего. Ты это знаешь не хуже меня. Он администратор. Его интересует лишь деловая сторона. Он... От того, что он носит звание ректора, суть не меняется. Он коммерческий директор и только. На науку ему в высшей степени наплевать. И он не рискнет своей карьерой даже ради трех планет, какими бы знаниями они не были нашпигованы. Ректор университета и должен быть администратором. Случись это в другое время, печально добавил Оп. У тебя еще могли бы быть какие-то шансы, но в настоящий момент Арнольд и без того танцует на канате. Когда он перевел ректорат из Нью-Йорка в этот заштатный городишко, знаменитый своими замечательными научными традициями, перебил Максвелл. Универсальную университетскую политику меньше всего заботят традиции научные или какие бы там ни было, объявил Оп. Пусть так, но я все равно должен поговорить с Арнольдом. Конечно, я предпочел бы иметь дело с кем-нибудь другим, однако нравится он мне или нет, выбора у меня все-таки нет. Но ты мог бы вообще отказаться от роли посредника, но нет, Оп. И никто на моем месте не отказался бы. Тогда бы они нашли еще кого-нибудь и могли бы довериться человеку, который не справился бы с такой задачей. Я вовсе не хочу сказать, что сам обязательно с ней справлюсь, но во всяком случае я приложу все усилия. А кроме того, ведь речь идет не только о нас, но и о них. Ты проникся к ним симпатии? Не знаю, можно ли тут говорить о симпатии. Скорее, о восхищении. Или о жалости. Они ведь делают все, что в их силах. Они так долго искали, кому бы передать накопленные знания. Передать? По-моему, ты говорил о продаже. Они говорили со мной посредством таблиц и я отвечал им тем же способом «Но как же ты читал?» Они дали мне приспособление для этого. Что-то вроде защитных очков, только очень больших. Довольно такая объемистая штука. Наверное, в ней скрыто множество всяких механизмов. В этих очках я свободно читал таблицы. Не письмена, а крохотные закорючки в металле. Это трудно объяснить, но когда глядишь на них сквозь очки, становится ясно, что они означают. Потом я обнаружил, что фокусировку можно менять по желанию и читать разные слои. Но вначале они просто писали, если тут подходит слово «писать», ну, как дети пишут вопросы и ответы на грифельных досках. А когда я отвечал, еще одно приспособление, прикрепленное к моим очкам, непосредственно воспроизводило мои мысли. «Машина-переводчик!» воскликнул оп. Да, пожалуй, двустороннего действия. «Мы пытались сконструировать такой прибор», сказал оп. Говоря «мы», я имею в виду объединенные усилия лучших инженерных умов не только Земли, но и всего того, что в шутку именуется известной частью Вселенной. Да, я знаю. А у этих ребят он есть. У твоих призраков. «У них есть еще очень много всякой всячины», ответил Максвелл. «Я и миллионной части не видел. Я познакомился лишь с некоторыми образчиками, которые я выбирал наугад, только чтобы убедиться в истинности их утверждений». «Но одного я так и не могу понять», сказал оп. «Ты все время говоришь о планете, а как насчет звезды?» «Планета заключена в искусственную оболочку. Какая-то звезда там есть, насколько я понял, но с поверхности она не видна. Соль ведь в том, что звезда для них необязательна. Если не ошибаюсь, ты знаком с гипотезой пульсирующей Вселенной?» «Типа «Уйди, уйди», спросил оп. «Та, которая взрывается, а потом снова взрывается и так далее». «Правильно», сказал Максвелл. «И теперь мы можем больше уже не ломать на дне головы. Она соответствует действительности. Крустальная планета — это частица Вселенной, существовавшая до того, как возникла наша Вселенная. Видишь ли, они успели своевременно во всем разобраться. Они знали, что наступит момент, когда вся энергия исчезнет, и мертвая материя начнет медленно собираться в новое космическое яйцо, которое затем взорвется, породив новую Вселенную. Они знали, что приближается смертный час их Вселенной, который станет смертным часом и для них, если они не найдут какого-то выхода. И они создали планетарный проект. Они засасывали энергию и накопили гигантские ее запасы, не спрашивая меня, как и откуда они ее извлекли и каким способом хранили, но, по всякому случаю, она находилась в самом веществе их планеты. И потому, когда вся остальная Вселенная сгинула в черноте и смерти, они по-прежнему располагали энергией. Они одели планету в оболочку, преобразили ее в свое жилище. Они сконструировали двигатели, которые превратили их планету в независимое тело, изменяясь их воле. И до того, как мертвая материя их Вселенной начала стягиваться в одну точку, они покинули свою звезду, превратившуюся в черный мертвый уголь и отправились в самостоятельное путешествие, которое длится до сих пор. Обитатели прежнего мира на планете космолете. Они видели, как погибала их Вселенная, предшествовавшая нашей. Они остались одни в пространстве, в котором не было ни единого намека на жизнь, ни единого проблеска света, ни единого биения энергии. Вероятно, точно не знаю, они наблюдали образование нового космического яйца. Они могли находиться в неизмеримой дали от него, но все-таки его видеть. А в этом случае они видели взрыв, положивший начало Вселенной, в которой теперь обитаем мы. Ослепительную вспышку, когда энергия вновь ринулась в пространство. Они видели, как зарделись первые звезды. Они видели, как складывались галактики. А когда галактики окончательно сформировались, они отправились в эту новую Вселенную. Они могли посещать любые галактики, обращаться по орбите вокруг любой приглянувшейся им звезды, а потом лететь дальше. Они были межгалактическими бродягами. Но теперь их конец недалек. Планеты, я думаю, еще на полном ходу, так как машины, снабжающие ее энергией, работают по-прежнему. Наверное, для планеты тоже существует свой предел, но до него еще далеко. Однако сами они, как раса, утратили жизнеспособность, хотя хранят в своем архиве мудрость двух Вселенных. «Пятьдесят миллиардов лет», пробормотал ОП. «Пятьдесят миллиардов лет познания мира». «По меньшей мере», сказал Максвелл, «вполне возможно, что этот срок гораздо больше». Они умолкли, пытаясь охватить мыслью эти пятьдесят миллиардов лет. Огонь в очаге потрескивал и что-то шептал. Издалека донесся бой курантов консерватории, отсчитывающих время. Станция 106,8. Время громовой «Пятьдесят миллиардов лет» «Пятьдесят миллиардов лет» «Пятьдесят миллиардов лет» «Фае mir и животuiten Девушки отдыхают 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 Но разве Девушки отдыхают 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 Максвелл Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Он снял Девушки отдыхают 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 Максвелл Девушки отдыхают 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 Одно дело Девушки отдыхают 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 Мы сварим Девушки отдыхают С вершины Девушки отдыхают 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 Максвелл Девушки отдыхают 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 Но дракон Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают